ОМТВ Юэй, про головне. Они должны еще раз попросить разрешения бить по нашей территории и возможно его получить. Надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами. Путин прочертил новую красную линию. Что теперь? Очень хорошо, что это сказал лично Путин. Он довольно четко прочертил красную линию насчет применения Украиной ракет Storm Shadow и атакам по территории России. Он сказал, речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет, заявил Путин. По мнению Путина, если решение примут, это изменит саму суть и природу конфликта. И это будет означать, что страны НАТО воюют с Россией. Очень хорошо, что он это сказал. Теперь, когда соответствующие удары будут нанесены, придется ему бить по странам НАТО. Тут уже места для маневров не остается. Это страшилка. Ну а последствия возможных ударов по НАТО для России будут катастрофическими. Очень важно, чтобы сейчас американцы и британцы в последний момент не испугались и не передумали. Нужно, чтобы они открыто и однозначно пересекли красную линию, которую лично Путин впервые за всю войну провел публично и недвусмысленно. До этого лишь Медведев и тому подобные гоблины с такими заявлениями выступали. Очень важно показать ему и всему миру, что эта красная линия ничего не стоит, что для цивилизованного мира угрозы Путина больше не имеют значения. Вот потому что, ну потому что, потому что потому. Заявление диктатора РФ Владимира Путина о возможных ударах Украины западным оружием вглубь России призвано риторически повлиять на решимость стран Запада, сообщается в отчете Института изучения войны. Путин и другие кремлевские чиновники регулярно обвиняют Запад в эскалации и непосредственном участии в войне в рамках продолжающейся кампании Кремля, направленной на принуждение Запада к принятию политических решений, выгодных властям страны-агрессора. К примеру, не позволять Украине использовать предоставленное Западом оружие для нанесения ударов по военным объектам в России, либо добиться задержки военной помощи Украине. «При чем здесь Россия-то?» Кремль ранее многократно угрожал военной эскалацией, если Запад пересечет его «красные линии», но никогда существенно не реагировал на предоставление США или Западом военной помощи Украине, утверждают аналитики. «Мы всегда это делали. И делаем сейчас». Кремль также продемонстрировал, что не желает идти на эскалацию в ответ на наступление ВСУ в Курскую область, которая длится уже более месяца, и включает использование предоставленной Западом техники и нанесение ударов из предоставленных Западом установок «Хаймарс» по территории России. «Выяснилось, что для нас это проблема». Поэтому риторика Путина не является отклонением от типичной российской риторики о риске эскалации войны в Украине и, вероятно, призвана повлиять на продолжающиеся на Западе политические дебаты о способности Украины наносить удары по военным целям в России с помощью предоставленного Западом высокоточного оружия. По его словам, Украине для таких ударов нужны данные западных разведывательных спутников и полетные задания, которые, по мнению диктатора, могут предоставлять только военнослужащие стран НАТО. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое вовлечение стран НАТО, Соединенных Штатов, Европейских стран в войну в Украине. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией, подытожил Путин. Полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие делать этого не могут. И поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием, или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, Европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Украина войдет в НАТО. И НАТОвские войска будут стоять под Курском и Смоленском. Сегодня Сергей Шойгу, секретарь Совета Безопасности Российской Федерации, летит в Северную Корею клянчить у Ким Чен Ина еще ракет, а то злобные хохлы раздолбали всю предыдущую партию под Воронежем. И это еще Украина не начинала бить западным оружием по России. Дальше только интереснее. Тем временем Минобороны России продолжает избавляться от ставленников Шойгу и соучастников коррупционных схем Оленевода. Суд Москвы отправил в СИЗО главу военного мемориала Пантеон защитников Отечества Минобороны России Вячеслава Филиппова по делу о получении взятки в особо крупном размере сообщает коммерсант со ссылкой на собственные источники. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. По данным следствия, руководитель Пантеона получил от собственника некой компании, специализирующейся на установке мемориальных комплексов. Автомобиль стоимостью 2 миллиона рублей за заключение нескольких контрактов на установку памятников. На суде Филиппов заявил, что машину он оплатил, поэтому взяткой она не считается. Адвокаты настаивали на домашнем аресте. Следователь просил заключить его под стражу, аргументируя тем, что подследственный может скрыться или оказать давление на свидетелей других сотрудников мемориала. Если кто-то подумал, что происходит очищение системы, то это не так. Просто все финансовые потоки переводятся на людей Белоусова. Ошибаться можно, брать нельзя. И когда президент Финляндии, ступ, требует отмены любых ограничений на удары по территории, ступ, ты туп. Чем ты собираешься бить? Какое оружие производит Финляндия? Какое? Минутка российского шовинизма и угроз Финляндии. Соловьев, пытаясь копировать финский акцент, оскорбляет президента Александра Стубба, который призывает снять ограничения на удары по России. Пропагандист обращается к истории и говорит о блокаде Ленинграда и финских концлагерях для советских солдат, но почему-то не помнит, что было за два года до блокады. Давайте вспомним нападение на Финляндию, бомбежки Хельсинки и других городов, утрата Финляндией около десятой части территории и примерно столько же экономических мощностей. Полмиллиона финнов вынуждены были покинуть свои дома и переехать подальше от границ с СССР. Как видим, с 1939 года ничего не поменялось. Сменился лишь сосед, на которого напал Кремль. И почему россиян не любят все их соседи? Загадка. У нас одна идеология. Русский мир. Должно выглядеть по плану Запада так, что у него вроде нет конфликта с Россией и вдруг Россия наносит удар. Не стоит забывать, что Storm Shadow раньше были носителями самолета Су-24, но давно они не значатся у нас среди сбитых. То есть единственными носителями остались самолеты F-16. Киев требует разрешить бить ему по российской территории атаканцами, которые, понятно, наводятся американцами, которые... Русофобскую риторику подхватила и Харрис. Возможная преемница Байдена на посту президента заявила, что в качестве начальника Белого дома не будет встречаться с Путиным для переговоров о прекращении боевых действий на Украине без участия Кейва. По словам Харрис, Украина должна иметь право голоса. ОМТВЮЭЙ Про Головне Не должны еще раз попросить разрешения бить по нашей территории и, возможно, его получить. Кто зажжет искру, от которой запылает вся Россия? Многие, анализируя ситуацию в России, не верят в то, что российское население может поднять бунт против Путина и его режима. В обоснование таких выводов приводят многие важные аргументы, которые, по-видимому, убедительны, среди которых и колоссальный репрессивный аппарат, и абсолютное отсутствие свободы слова, и отсутствие плюрализма мнений, и организованной политической оппозиции, и многое другое. Добились того, чего хотели. Вместе с тем, совсем недавно, неожиданно для всех, Пригожин поднял бунт, который мог завершиться государственным переворотом. Шайгу! Путина спасло только нерешительность Пригожина и его неспособность поднять люд к вооруженному восстанию. Что бы его очень не хотелось, я переключусь. Многие справедливо ссылаются на то, что для того, чтобы поднять народ, необходимо, чтобы была создана революционная ситуация. Для этого нужна долгая и кропотливая работа политической оппозиции, которой в России нет, потому что Путин ее уничтожил. Ну да, да. Это тоже, пожалуй, необходимое условие для революционной ситуации. Однако две революции нового типа, которые осуществил украинский народ, свидетельствуют о том, что не всегда революция начинается и происходит по классическим схемам. Уверен, что в основе любой революции лежит вопиющая несправедливость власти в отношении смиренных людей. Первые ростки такой революционной ситуации произошли совсем недавно, когда матери российских солдат, погибших на войне в Украине, стали на колени перед Министерством обороны России, надеясь на встречу с новым министром обороны. Мы просим вас, чтобы вы вызвали нам министра обороны. Давайте плакать и бить солдом, если вы нас слышали. Ну сил, правда, уже нет. Почему наши мужчины должны воевать? У нас мальчики там молодые, юные, гибнут. 20 лет, 25 лет. Эта акция не принесла никаких результатов, потому что к матерям подъехал автозак и все завершилось так, как всегда в России. Но сейчас ситуация в России приобретает совсем другой характер, и революционное пламя может загореться в любое время. И тогда Путину уже не поможет ни вся его мощная репрессивная машина, ни автозаки, никто. Хоть черта лысого, лишь бы не Путина. Запрос на перемены есть. Просто сейчас цена активной деятельности и попытки показать этот запрос слишком высока. Поэтому люди сейчас выбирают молчать и ждать этих перемен, а не участвовать в них активно. Что может побуждать население России выйти на протест, который может привести к революции или гражданской войне? Давайте попробуем это узнать. Но начнем с Курска. Мы через два дня ее выдаем, все будет нормально. Но прошел месяц, результата никакого нет совершенно. Враг укрепляется, враг идет дальше, уже в Александровке враг идут, бои в Александровке, это 30 километров границы. Можно без преувеличения констатировать, что блестящая военная операция вооруженных сил Украины, в результате которой под контроль Украины перешло 1300 квадратных километров. И около 100 населенных пунктов Курской области Российской Федерации кардинально изменило ход войны. Курская операция была необходима, она имела и военную цельсообразность, она изменила протекание войны, протекание войны, она отвлекла часть силы средств Российской Федерации на маневренную войну. На мой взгляд, Курск дал очень важный позитив для Украины. Это неожиданное для всех, в том числе и для Запада, успешная военная операция дала мощный импульс нашим западным партнерам, продемонстрировав, что Украина способна смело взять инициативу в свои руки и показала существенную положительную динамику в этой войне. Кроме этого она имела политический эффект, кроме этого она имела большой информационно-психологический эффект, для населения Украины. Мы закупили частину Курской области. Серьезно? Можно без всякого преувеличения констатировать, что эта операция ВСУ имеет очень важное значение для сторонников Украины на Западе. Они увидели, что Украина действительно имеет огромный потенциал и может выиграть эту войну, и что помощь, оказываемая западными странами за счет налогоплательщиков, тратится разумно ради укрепления возможностей Украины в этой войне. Теперь очень важно политическим лидерам западных стран, являющихся членами антипутинской коалиции, донести до сознания их избирателей, что это не просто гуманитарная помощь, оказываемая ради справедливости, поскольку Путин противоправно, грубо нарушая международное право, пошел войной в независимую Украину и привел к большим жертвам и разрушениям в нашей стране, а то, что Украина, украинский народ и ВСУ являются последним бастионом против мощной агрессии Путина. Слава Украине! Боже слава! Пока держится Украина, борется и побеждает в этой войне, американский народ и народы Европы могут чувствовать себя безопасно, но без мощной помощи западных стран Украина не сможет долго удерживать нашествие Путина, и война охватит Европу и весь мир. Идеальный барьер – это Атлантика. Да, ну, естественный барьер. Вышли на Атлантику, и все хорошо. А прекрасное место для наших войск – Берлин, Лиссабон, Мадрид. А как красиво наши выглядели в Париже. Еще один тоже чрезвычайно важный аспект Курской операции. Курск – это потенциально ключевая психологическая территория для Путина и российского населения. Курская область – это вот такая Россия, что даже не знаю, с чем сравнить. Такая коренная, историческое ядро. Война действительно может окончиться благодаря военной победе Украины. И Курск может повлиять на это, учитывая еще и то, что эта операция в СУ существенно спутала карты Путина, и она может приблизить нас к победе. Я говорю, Украина победит. Ну что, у нас столько оружия, говорит. А я ему говорю. Я говорю, укропы скажут спасибо за бесплатный металл. И дадут еще контрибуции будем платить. Кроме этого, Курская операция также делает невозможным замораживание войны. Это очень важно, ведь Украина находится сейчас на значительных по размеру территориях России, на которых Путин не сможет просто заморозить конфликт, как один из потенциальных вариантов в случае переговоров. У нас куда-нибудь туда, на ваших безютах, или на обмена, или как угодно. Таким образом, это лишь несколько важных последствий Курской операции в СУ, не просто изменившей ход этой войны, но и значительно приблизившей нас к победе. Вместе с тем, мы не должны поддаваться легкомысленным выводам о том, что эта операция значительно подорвала авторитет Путина и существенно ослабила его власть. По-моему, это не так. Эта специальная военная операция уже давно оказала очень позитивное воздействие на нашу внутреннюю жизнь. Действительно, определенное разочарование Путиным среди российского населения есть. По информации некоторых осведомленных источников, только за последний месяц его рейтинг упал более чем на 10% и падение рейтинга продолжается. Но это не означает, что путинская власть ослаблена. У Путина еще очень значительный запас прочности его власти. Из истории нам хорошо известно, что авторитарные государства выглядят очень стабильными, вплоть до момента, когда могут упасть. Это означает, что смена власти в России может произойти неожиданно для всего мира, но не в результате демократических выборов, а путем государственного переворота. И к этому все идет. Пока Путину удается не допустить каких-либо акций гражданского протеста в России, он использует тактику «разделяй и властвуй». И недовольство населения не проявилось так, как могло бы, если будет решающая военная победа Украины на Курщине. Тогда это может чрезвычайно негативно повлиять на его судьбу вообще. Вот моя концепция, она очень простая. Удар будет справа, будет скорее не 16-й, а 91-й. Сначала будет ДКЧП, а потом ответ на него. Недавно агентство Reuters сообщило, что «Белый дом» близится к принятию решения о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет «Джасм», которые можно использовать с истребителями Ф-16. Передача этих ракет может действительно переломить ход войны. Решение, вероятно, будет принято в ближайшее время. А если еще вспомнить планы наших союзников поставить дополнительно в этом году значительное количество самолетов Ф-16, то это действительно может реально повлиять на ситуацию на фронтах войны. Пожалуй, лучше было бы получить ракеты с большей дальностью. Возможность наносить удары в глубокий тыл требует определенной дальности ракет. Однако Украина очень успешно использует и собственные ракеты и дроны. В радиус действий попадают 14 аэродромов и аэропортов, 1 НПЗ, штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Ракеты «Джасм» являются более совершенным видом оружия, чем любое другое оружие, находящееся на вооружении Украины. Но наибольшее их преимущество заключается в том, что США могут обеспечить постоянную поставку этих ракет. Конечно, есть много примеров, когда Украина успешно самостоятельно ведет дальнобойную борьбу. Лучшим примером за последние недели является удар по нефтебазе в Пролетарске Ростовской области. Из 76 нефтяных резервуаров целыми остались лишь 8. Это, вероятно, повлекло убытки на полмиллиарда долларов в виде доходов от нефти. Как говорится, лучше не стало. И все же было бы здорово, если бы союзники предоставили ракеты «Джасм» и одновременно позволили бить по России ракетами «Атакамс». «Атакамс», британские «Стормшедо» и французские «Скальпы». Таким образом, Украина на пороге кардинальных изменений в войне, которые во многом изменят не только ход этой войны, значительно приблизят нашу победу. Кроме того, перенос войны на центральные регионы европейской части России может привести к серьезной дестабилизации внутриполитической ситуации в России и подтолкнуть российскую элиту к решительным действиям по смене президента Путина. Для того, чтобы ответить на главный вопрос, кто зажжет ту искру, от которой вспыхнет вся Россия, нам снова нужно вернуться к Курской операции ВСУ. Если мы скажем, что эта операция вызвала не просто глубокий стресс у большого числа русского населения, а не только Курской области, то это будет не совсем точно. Потому что из той информации, которая есть в информационном поле России, можно безошибочно констатировать, что эта операция привела российское население в глубокий шок, из которого еще не все вышли. Центральные пропагандистские телепередачи на главных телеканалах России наполнены не только открытой критикой армии России, которая не способна была обеспечить безопасность российских территорий, но и власти, и непосредственно Путина, иногда выглядящего беспомощным и растерянным. Это имеет большое значение, поскольку значительная часть российского населения склонна максимально доверять телевидению России. Теперь население России каждый день с экранов центральных телеканалов слышит открытую критику Путина за его неспособность обеспечить безопасность страны. Но наши военные и пограничные службы ФСБ прорыв границы не допустили. Через три дня враг будет вытеснен за пределы наших границ. Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва спаленная пожаром и так далее. Это приносит свои результаты. Российское население начинает осознавать, что Путин не священная корова и его можно критиковать. Население России стало получать ужасную информацию об огромных потерях армии РФ как в живой силе, так и в технике. Для них это было полной неожиданностью. Сотни тысяч беженцев из Курской области являются лучшими агитаторами против войны и Путина. Многие из российского населения только сейчас, когда война реально пришла уже на территорию России, начали осознавать, до чего их вождь Путин довел страну. Российское население европейской части уже ощущает на себе, что такое война из-за систематических ударов украинскими дальнобойными дронами, часто поражающими намеченные цели. Можно себе представить, что будет происходить на значительной территории России, в случае, если по военным объектам будут ежедневно наноситься массированные удары дальнобойным высокоточным мощным оружием. Это без всяких сомнений приведет к панике. Миллионы русского населения окончательно лишатся комфорта мирной жизни и станут жить в условиях фактически военного положения и ежедневных воздушных тревог и массированных обстрелов военной инфраструктуры. А если к этому добавить еще и тяжелое экономическое состояние России и значительное ухудшение жизни простых людей в России из-за мощных санкций, которые становятся реальным фактором нестабильности жизни в России. Это является серьезной основой и для социального взрыва. Санкции мощной удавкой затягивают шеи россиян. Поэтому отвечая на вопрос кто зажжет ту искру от которой запылает вся Россия можно уверенно ответить украинский воин. Владимир Путин сказал самое главное больше никогда наша страна не будет вести войны на своей территории. Это кто не понял вот теперь понимает. Вот и все вот что сделал Путин. Что он сделает еще мы посмотрим. если действительно поляки. Русофобскую риторику подхватила и Харрис. Возможная преемница Байдена на посту президента заявила, что в качестве начальника Белого дома не будет встречаться с Путиным для переговоров о прекращении боевых действий на Украине без участия Кейва. По словам Харрис, Украина должна иметь право голоса. ОМТВЮА про головне. Мы ждем вас в Баку. Бункерный пригласил президента Азербайджана в столицу Азербайджана Баку вместо Казани. Тут самое время российским пропагандистам высмеять деменцию деда на всех федеральных каналах по примеру с Байденом. Или это другое? Балуумный дедушка которому самое место у Камейна в доме престарелых пытается шутить быть дружелюбным несет какой-то бред. Понимаете бред собачий. Ну а тем временем глава МИД так называемой России Сергей Лавров поднял вопрос с квадроберами на международный уровень и спросил водятся ли они в Армении. Интересно а бывают квадроберы которые наряжаются в лошадей. Ну а так называемая СВО идет настолько по плану что закрывают еще два села Белгородского района Петровку и Соловьевку. Жителей населенных пунктов отселят и поставят в очередь на предоставление нового жилья сообщил Гауляйтер Гладков. Сегодня наседание оперативного штаба приняли решение и закрываем на въезд и начинаем процедуру отселения представления нового жилья жителям Петровки и Соловьевки Белгородского района. Наверное приблизительно вот такого. На данном видео бараки российского города Тольятти куда разместили переселенцев с Курщины. Добро пожаловать в Тольятти. Сука. У меня в Рыльске дом после бомбежек лучше вылететь. Сделать ремонт в своих сараях это слишком сложно. Легче сбросить авиабомбу на украинский город. Мы говорим, что все идет по плану. Извини. У нас такого плана не было. А Медведимон сумел удивить неожиданно. Стал обзорщиком новостей. Каждую неделю очевидно будут выходить некие дайджесты. В этот раз вышло воскресное обозрение аж 7 главных новостей. По его мнению сортировка новостей согласно предпочтению. В общем началом поддержал Елену Вайбе что-то бомбу сбросить на Лондон. Потом порадовался что президент Латвии сломал руку сказал гадость про Украину высмеял кандидатов президента Трампа решил позаимствовать идею у Израиля в неком своем переосмыслении еще раз сказал гадость про Украину и в конце порадовался что в Германии закрывается автопром. Вот и все новости и тут конечно кто-нибудь мог бы спросить а где хоть одна новость про Россию но такой вопрос может прийти в голову только исключительно какому-то врагу наверное ну точно уж не имперскому патриоту в Новосибирске состоялся митинг который несколько раз пытались санкционировать потом просто уведомить в общем состоялся митинг партии коммунистов против блокировки Ютуба это неожиданный поворот от кого угодно можно было ожидать чего-то подобного но только не от коммунистов сам митинг был не сильно многочисленный никого не задержали произносились речи и слова поддержки коммунисты в защиту Ютуба что у них вообще общего может быть ну в смысле кроме очевидного красного цвета это же паноптикум какой-то коммунисты под видом свободы слова борются против блокировки Ютуба это насколько говорит о том в каком конкретном месте мы находимся по уровню свободы слов конечно же наверное на первом очевидно много денег это сколько миллион два может быть миллиард наверное у каждого свое понимание но например для следователя Марата Тамбиева из Москвы сумма в 7 миллиардов рублей это так ничего особенного лучшим тамбиев оказался в вопросах взяток и как видите гордиться этим сегодня бывшего следователя приговорили к 16 годам колонии и штрафу в 500 миллионов рублей в течение двух лет он получил 10 взяток от участников хакерской группировки за покровительство со своей стороны например следователь должен был не накладывать арест на крипто кошельки у подозреваемых где у них хранились 14 миллиардов на биткоинах цена такой услуги целых 7 миллиардов самим хакерам дали условный срок за торговлю данными банковских карт как видите власти очень даже дружат с новыми технологиями когда речь заходит об их собственном обогащении но если говорить о людях то все технологии обязательно идут с приставкой западные и вражеские примером такой вражеской технологии стал мессенджер дискорд на протяжении последних месяцев власти нещадно пытались его ограничить вот и сегодня пользователи заметили проблемы с подключением а к вечеру дискорд и вовсе окончательно заблокировал роскомнадзор в последнее время кремль ведет борьбу не только с мессенджерами но и с мигрантами их увольняют запрещают им въезд в страну проводят рейды и депортируют но всегда есть но исключение когда дело касается нужд войны в саратове отрезали от коммуникаций местный спортивный центр там можно было заниматься пляжным футболом волейболом и теннисом и все ради строительства хостела для мигрантов из Индии там будут жить 600 человек и работать на местной швейной фабрике где изготавливают военную форму посетители спортивного центра конечно недовольны интересно что ситуацией заинтересовался специалист по любым преступлениям кроме терактов и политических убийств Александр Бастрыкин глава следственного комитета он поручил проверить законность стройки ведь именно стройками должен заниматься целый глава СК у Бастрыкина если так посмотреть вагон работы мог бы и коррупцию расследовать но все как-то руки не доходят можем дать ему наводку взять например Валентину Матвиенко неплохо бы разобраться откуда у ее сына вилла в Италии и почему в инстаграме ее невестки курорты отнюдь не Краснодарского края непозволительное расточительство в условиях войны и это не мои слова это сегодня заявила сама Валентина Матвиенко правда говорила она о губернаторах она призывала глав регионов экономить и откладывать стройки до лучших времен что ж а мы призываем Валентину Матвиенко в таком случае начать с себя и подать пример всем остальным снести свою итальянскую виллу на благородины кажется детям скоро будет просто опасно ходить в школу учитывая как часто мы получаем новости о чудовищных разговорах о важном вчера например школьникам на уроках рассказывали о ядерной войне причем в жутких подробностях даже показывали тела бесконечностей дети и родители в шоке кто-то сбежал с урока а кто-то сидел с закрытыми глазами напомню что недавно школьникам на Сахалине показывали видео хирургического аборта другая безумная новость из ТВ местный Роспотребнадзор выкатил пост о пользе чеснока и казалось бы что в этом такого во-первых текст начинается с исторической справки о том как чесноком кормили рабов в древнем Египте во-вторых чеснок там не просто полезный он какой-то просто волшебный и от рака лечит и от простуды и от мозолей помогает в общем чудо какое-то пост кстати уже удален а чиновники и депутаты продолжают придумывать все новые и новые причины для запрета child free вот и вице-спикерка Госдумы Кузнецова предложила свой вариант запрет пропаганды бездетного образа жизни я бы сказала что это один из элементов реализации стратегии национальной безопасности кажется скоро все что пугает Путина и его престарелых друзей будут запрещать под предлогом национальной безопасности зато национальной безопасности никак не мешает развязанная Путиным война а война идет война война за Россию матушка они уже сняли табу индивидуальный террор удары по инфраструктуре так называемое дальнобойное оружие ракеты которые будут запускаться как планируется напрямую с участием натовских экипажей это массовый террор не должны еще раз попросить разрешения бить по нашей территории и возможно его получить русофобскую риторику подхватила и Харрис возможная преемница Байдена на посту президента заявила что в качестве начальника Белого дома не будет встречаться с Путиным для переговоров о прекращении боевых действий на Украине без участия Кейва по словам Харрис Украина должна иметь право голоса ОМТВ Уэй про головне Используют уже вовсю ракеты западные для ударов по нашей территории Надо отказаться от идеи что нас кто-то ждет в городе Львов Мы на эти грабли уже наступили И так ударило нас по лбу что второй раз уже не хотелось бы Если бы тогда 10 лет тому назад провели референдум не только в Крыму Я уверен что даже во Львове бы проголосовали за Россию Потому что телевизор всегда проигрывает холодильнику Большинство населения мыслят самыми простыми категориями Самое страшное что мы из этого исходили начиная спецоперацию надеялись что мы зайдем а они там с цветами Простите мы зашли а они не с цветами А вы нам теперь опять про Львов Надо обращаться к населению Очень многие вас слушают Оля Надо обращаться Я никоим образом с этим тезисом не спорю Я лишь рассуждаю на тему того что надо отказаться от идеи что нас кто-то ждет в городе Львов Что мы зайдем и нас встретят с цветами Мы на эти грабли уже наступили И так ударило нас по лбу что второй раз уже не хотелось бы Неправильно делали и неправильно работали Как надо правильно делать и работать Послушайте Люди должны понимать о том что присоединившись к Российской Федерации будет выгоднее жить спокойней сытнее обеспеченней и это надо говорить 10 лет им говорили совершенно другое Если мы будем это говорить сопротивления на фронте будет гораздо меньше Мы должны транслировать туда о том что на Украину не только негативные новости но и положительные о том что это наши соотечественники о том что мы идем их освобождать как говорит наш президент Полное ощущение что мы откатываемся к началу спецоперации и начинаем с теми же тезисами обращаться к жителям Украины Но там нет друзей у России Там все там закончились друзья для России И не надо питать иллюзии Я все время смотрю украинские новости Некоторые наши передачи там крутят по новостям и просто показывают без комментариев Вы ждете Россию Вот смотрите как к вам Россия относится Так никогда не делали Во всех войнах обращались к населению Так не делается Мы не только солдатами и оружиями должны двигаться в сторону Украины Мы должны завоевывать сердца и умы Для этого совершенно другая повестка должна быть А вы думаете можно победить только огнем? Я думаю что надо освобождать города а потом показывать как выглядят освобожденные города Вот посмотрите на Мариуполь а потом посмотрите на ту украинскую дыру в которой вы оказались Это гораздо более эффективно метод Знаете сколько немецкая Германия напечатала в листовок которых сбросили на Советский Союз 5 миллиардов штук 5 миллиардов штук сжигая дома сжигая людей расстреливая все что угодно дело они сбрасывали листовки и говорили о том как будет хорошо когда придет Германия это всегда так было мы точно так же работаем я не поняла это сравнение Германия пыталась нас убедить в том что Германия нам друзья мы себя с Германией не ассоциируем и ассоциировать не планируем у нас и цели и задачи другие мы должны понимать о том что о том что это все больно о том что это все непросто о том что мы убиваем наших братьев которые 20 лет 10 лет тому назад были еще нашими братьями и вот я хочу сказать что обращаясь с солдатами на фронт я вижу меньше ненависти чем иногда читаю в телеграм-канале когда требуют не брать пленных расстреливать и так далее и так далее освобожденный Мариуполь живет так как не живет на Украине никто это лучшее и иллюстрация и визуальное проявление нашей любви в отношении Украины и некогда украинского населения ситуация так далеко зашла нам так тяжело всей нашей стране так много жертв так много страданий что нет совсем никакого желания говорить про любовь мы сейчас уже за русский народ воюем при всем уважении к украинцам ОМТВЮЭЙ про головне какие у нас были цели официально заявленные в начале специальной военной операции вы все помните деноцификация демилитаризация нейтралитет Украины и защита жителей Донецкой Луганской народных республик которые все это время страдали по какому из этих подождите по какому из этих пунктов мы достигли результата на сегодняшний день не по одному более того некоторые из них перестали иметь всякий смысл например нейтралитет Украины какой смысл имеет выдвижение этого требования никакого на данный момент она не будет нейтральной более если она останется существовать а теперь вопрос поскольку здесь уже прозвучало что она уже не существует как бы ее государственность останется Украина под руководством Зеленского или его преемников существовать по итогам всего того что происходит или нет вот это и обсуждалось на двух предыдущих панелях останется могу вам сказать останется потому что сил для того чтобы это преодолеть при той поддержке которая им оказывается на самом деле не хватает останется и значит надо понимать разные мнения да разные мнения это ваше мнение да это абсолютно точно я вообще чужих мнений не высказываю только свое можете даже не подчеркивать она останется и кстати говоря на мой взгляд руководство нашей страны она на эту тему не высказывается и правильно делает но оно по сути дела то что происходит дает понять что оно это понимает вступление Украины в НАТО и последующее развертывание здесь объектов Североатлантического альянса вопрос предрешен это дело в Рим похоже что кремлевский пропагандист Сладков начал что-то подозревать запорожское направление ситуация неприятная наши позиции находятся под мощнейшим артиллерийским огнем я знаю много плохих деталей но открывать их не буду тенденция по нам бьют мы не отвечаем и на это есть весьма нехорошие причины их несколько и все они не зависят от воюющих батальонов полков дивизий в нас летят сотни снарядов в ответ ноль это что за война такая а война 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 за Россию матушка почему мы движемся на ваш взгляд все только хуже будет становиться дальше ну мы не движемся мы уже приехали на станцию под названием конфронтация нас никто не любит и любить особо нас не собирается и нам это не нужно но кто-то же все-таки любит кто-то любит вы находитесь в плену своих иллюзий министр образования РФ призвал не пускать в интернет детей до 15 лет детям до 15 лет не нужно пользоваться интернетом и социальными сетями заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов до 15 лет это период который нужно пройти без виртуального мира это говорят психологи это говорят ученые это не только мое личное мнение заявил ТАС глава Минпросвещения Кравцов также сказал что подарил дочери на 15-летие кнопочный телефон в декабре прошлого года министр пообещал разработать для школ систему белого интернета она призвана бороться с негативным влиянием запада на российскую молодежь следующая работа это информационные сети соцсети это та информационная война которая ведется коллективным западом и соединенными штатами америки в отношении детей и сегодня мы этому противостоим в том числе создали систему белого интернета с объективным проверенным верифицированным контентом которое со следующего года будет реализовываться во всех школах заявил Кравцов в 1926 году в Германии появилась организация Гитлер Югент молодежь Гитлера если дословно но со временем это стало одним словом в этой организации в основном собирались дети членов ныне запрещенной национал-социалистической немецкой рабочей партии Гитлер Югент активно помогала Гитлеру и нацистам ее члены активно участвовали в погромах и травле людей в 1937 году данная организация полностью слилась с национал-социалистической немецкой рабочей партией со всеми выплывающими последствиями Гитлер Югент была построена по военному образцу главный лозунг молодежь руководит молодежью нацисты старались привлечь в организацию детей от 10 до 18 лет для этого они использовали всевозможные парады игры привлекали армию туризм проводили спортивные соревнования и так далее но все это безумие прекратилось в далеком 1945 году на Нюрнбергском процессе данная молодежная организация была запрещена а ее идеология признана опасной но не зря говорят что история имеет свойство повторяться причем не всегда в той же географической зоне или стране в 2016 спустя 71 год после разгрома гитлеровской военной машины и запрета нацистской идеологии появляется другая организация с другим названием и в другом месте но фактически полностью скопировавшая черты и особенности Гитлер-югенд такая организация появилась в России правда название решили подобрать без ассоциации с лидером страны это детско-юношеское образование именуется юн-армия кремлевская пропаганда называет ее молодежным военно-патриотическим движением пока единственная сотня юн-армии в Ярославле и в России наш регион первый кому доверена эта ответственная миссия возрождения молодежно-патриотического движения инициативу министерства обороны поддержал президент страны Владимир Путин теперь обратимся к ближайшему резерву российской армии 10 старшеклассников прыгнули с парашютом в чеховском районе подмосковья самолет ан-2 высота 700 метров парашют Д6 все серьезно самому младшему из юных парашютистов 14 лет это вклад десантников в новое движение юна-армия более сотни ярославских ребят и девчонок посвятили в юна-армейцы таким образом регион первым в стране приступил к созданию молодежного военно-патриотического движения юна-армия по всей России ныне проходят общие слеты с разных регионов страны на которых детей учат быть готовыми воевать сегодня первые 50 волгоградцев вступили в ряды нового детско-юношеского движения юна-армия более 500 участников всероссийского движения юна-армия собрались в подмосковной кубинке на первый съезд в волгоградском регионе начинает работу юна-армия 28 мая в парке культуры и отдыха вооруженных сил России патриот в подмосковной кубинке состоялся первый всероссийский слет военно-патриотического движения юна-армия структура юна-армии привязана к местным военным объектам военно-учебным заведениям к ЦСК и ДСАФ кто бы мог подумать что нацистские организации могут появиться на территории одной из стран которая воевала против нацизма как известно нацизм это мировоззрение ставящее во главу мира определенную нацию и хотя кремлевские власти всюду толдычат о многонациональности России и уважении к другим нациям их идеология построена на подчеркивании особой роли представителей так называемого русского мира министр культуры РФ Мединский рассказывает о лишней хромосоме россиян тот факт что Россия еще сохранилась и развивается говорит что у нашего народа имеется одна лишняя хромосома президент размышляет об уникальном генном коде страна наша как пылесос втягивала в себя представителей различных этносов наций национальностей и кстати говоря на этой основе создан не только наш общий культурный код но и исключительно мощный генетический код потому что за все эти столетия даже тысячелетия происходил обмен генами это же вот эти смешанные браки именно этот наш генный код он наверное может быть почти наверняка является одним из главных наших конкурентных преимуществ в сегодняшнем мире он очень гибкий он очень устойчивый и мы даже этого не чувствуем но это наверняка есть форбс сообщает что Киев перебросил в Курску область свои лучшие танки издание пишет про шведские танки СТРВ и немецкие леопарды их переброска по версии Форбс указывает на то что Зеленский считает Курскую область стратегическим направлением для Украины бывший министр обороны Британии со страниц Дели Таллигр призвал брать пример с Нетаньяху в политике относительно Украины и безжалостно бить врага Ну то есть попросил дать добро на удары ОМТВЮЭЙ про Головне Начинается реальная война всех против всех Не должны еще раз попросить разрешения бить по нашей территории и возможно его получить Когда России дали растерзать Чечню мы предупреждали что она пойдет дальше потому что безнаказанность агрессора и безнаказанность бандита и безнаказанность людоеда она приводит к тому что он выходит за свой порог и начинает со своим топором или со своей палицей ядерной блуждать уже по окрестностям В планах Путина достижение мира по понятиям бандитского Петербурга а не согласно принципов устава ООН Замучайтесь пыль глотать Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила что Россия не будет участвовать во втором саммите мира который должен состояться в ноябре 2024 года Извините за слово вот западло Представители России ни в каких встречах в рамках бюргенштокского процесса не участвовали и участвовать не собираются Сам этот процесс ничего общего с урегулированием не имеет сказала она Внешняя политика России миролюбивая без всякого преувеличения Вы вообще понимаете? Захарова считает что цель нового саммита протянуть совершенно нежизнеспособную формулу Зеленского как безальтернативную основу разрешения конфликта добиться поддержки мирового большинства и от его имени выдвинуть России ультиматум о капитуляции Вы вообще понимаете? При этом она заявила что в Москве не отказываются от политика дипломатического урегулирования кризиса и готовы к обсуждению действительно серьезных предложений учитывающих ситуацию на земле и геополитические реалии По мнению пресс-секретаря МИД РФ без России и учета ее интересов достичь справедливого и устойчивого урегулирования невозможно Ну вот как-то так Таким образом заявления Кремля о готовности к переговорам совершенно противоречат реальным действиям РФ призывая учитывать ситуацию на земле Москва стремится склонить Киев к территориальным уступкам что абсолютно неприемлемо для украинского общества ведь Украина никогда не откажется от собственных территорий и граждан оказавшихся во временной оккупации Ничего у них не получится Отвергая предложение участвовать в саммите мира Москва практически демонстрирует намерение вести войну и дальше Напомним что некоторые страны мира не приняли участие в первом саммите мира объясняя свою позицию отсутствием там представителей Российской Федерации А без России казалось бы что-то реальное договаривать о вопросах войны и мира в Украине невозможно поэтому для устранения возможных инсинуаций что Киев сознательно не приглашает Москву на саммиты мира президент Зеленский пригласив Россию на второй саммит мира убедительно продемонстрировал что приоритетом Украины является справедливый мир а не бесконечная война которой собственно и стремятся в Кремле при этом он сообщил что союзники Киева соглашаются с тем что на второй саммит мира необходимо позвать представителей российской стороны которые по его словам должны ознакомиться с предлагаемым им планом победы о чем вообще можно говорить с людьми которые нагло не хотят отдавать свои территории вы меня извините но это никак не вписывается в нашу концепцию мира стало ясно что попытки Москвы сорвать первый саммит мира еще в июне 2024 года свидетельствуют что Россия боится консолидации международного сообщества вокруг поддержки Украины она даже с получением приглашения не принимала бы участия в этом мероприятии предлагая формулу мира еще осенью 2022 года президент Зеленский призвал соблюдать устав ООН сделать эффективным все то ради чего было создано ООН кстати каждый пункт формулы мира основывается на принципах целях и нормах устава ООН на правах гарантированных им странам и на резолюциях Генеральной Ассамблеи которые уже поддержаны большинством государств поэтому путь к справедливому миру который видит Киев предполагает осуществить четкие шаги которые все одинаково понимают и это отражено формуле мира необходимо исполнение устава ООН без создания новых и ненужных разделений мира на блоки или региональные группы для этого и необходимо подготовить второй саммит мира чтобы положить конец войне исходя из этого президент Украины пригласил все страны мира присоединиться к Киеву в этом процессе всех кто действительно уважает устав ООН ведь все государства и регионы мира одинаково важны для мира без исключений так же как устав ООН должен работать без исключений во время выступлений в Нью-Йорке глава украинского государства отметил что эта война не может так просто утихнуть российского агрессора нельзя успокоить разговорами необходимы действия Путин нарушил так много международных норм и правил не для того чтобы так просто остановиться самому поэтому на заседании Совета безопасности ООН посвященному ситуации в Украине Зеленский подчеркнул что Россию можно только принудить к миру заставить как единственного агрессора в этой войне единственного нарушителя устава ООН еще в 14-м году в ситуации с Крымом и Донбассом мы четко сказали было ваше стало наше все же понятно и если бы мы еще тогда в 2014 договорились бы с Украиной о мире сегодня Россия могла бы уже договариваться о мире с Польшей находясь у ее границ чтобы наглядно показать свою безграничную любовь ко всем странам Европы при этом Киев считает что военная поддержка Украины а также предоставление разрешения на применение дальнобойного оружия по военным целям на территории РФ единственный способ заставить Москву стать на путь мира однако на такую позицию Украины сразу отреагировала Россия власти Украины фатально ошибаются относительно того что Россию можно только принудить к миру потому что заставить Россию невозможно заявил на брифинге спикер Кремля Дмитрий Песков в Киеве и Вашингтоне всем давно пора понять он цинично заверил что Россия вроде бы является сторонницей мира но с условием обеспечения основ ее безопасности и выполнение тех задач которые были поставлены перед началом войны то есть без достижения этих целей принудить Россию к чему-то невозможно продолжил Песков у нас есть заявленные президентом цели они не менялись спикер Кремля считает что позиция Украины является глубочайшей ошибкой которая неизбежно будет иметь последствия для нее то есть даже невооруженным глазом видно что это заявление проникнуто глубоким отвращением к достижению мира в Украине на нормах и принципах международного права а также является прямой угрозой Киеву за принципиальную позицию базирующуюся на положениях устава ООН похоже что Песков не знает что принуждение к миру является международно правовым термином а не выражением угрозы как во времена бандитского Петербурга где активно действовали Путин Медведев и Пригожин мы ведем типичную операцию по принуждению к миру поэтому становится абсолютно своевременно заявление президента Финляндии Александра Стуба о том что пришло время исключить Россию из всех органов ООН как страну грубого нарушителя устава этой организации и агрессора представляющего опасность для всего международного сообщества Россия должна быть исключена из организации объединенных наций а являлось ли вообще присутствие России в ООН когда-то легитимным задаюсь вопросом вообще в этом зале в этой ассамблее было ли голосование когда-то в соответствии с пунктом 2 статьи 4 о принятии Российской Федерации в состав ООН в декабре 1991 года или же в январе 1992 года или вообще когда-то в последующий период хотелось бы спросить делегатов страны которых проголосовали за принятие российской делегации в состав ООН поднимите пожалуйста руку подтвердите что Россия была принята в ООН в соответствии с уставом дамы и господа пожалуйста поднимите руку если ваша страна проголосовала на сессии генеральной ассамблеи в ответ на письмо президента Ельцина от 24 декабря 1991 года когда он сказал ООН что Россия хотела бы быть государством продолжателя исчезнувшего Советского Союза кто-то может мне очки надеть поскольку наверное зрение подводит я что-то не вижу ни одной руки поднявшейся кто-то проголосовал какая-то страна проголосовала за членство России ну что же русофобскую риторику подхватила и Харрис возможная преемница Байдена на посту президента заявила что в качестве начальника Белого дома не будет встречаться с Путиным для переговоров о прекращении боевых действий на Украине без участия Кейва по словам Харрис Украина должна иметь право голоса США вложили в войну на Украине 300 миллиардов долларов ОМТВ не должны еще раз попросить разрешения бить по нашей территории и возможно его получить Кто зажжет искру от которой запылает вся Россия Многие анализируя ситуацию в России не верят в то что российское население может поднять бунт против Путина и его режима В обоснование таких выводов приводят многие важные аргументы которые по-видимому убедительны среди которых и колоссальный репрессивный аппарат и абсолютное отсутствие свободы слова и отсутствие плюрализма мнений и организованной политической оппозиции и многое другое Добились того чего хотели Вместе с тем совсем недавно неожиданно для всех Пригожин поднял бунт который мог завершиться государственным переворотом Шайгу Путина спасло только нерешительность Пригожина и его неспособность поднять люд к вооруженному восстанию Многие справедливо ссылаются на то что для того чтобы поднять народ необходимо чтобы была создана революционная ситуация Для этого нужна долгая и кропотливая работа политической оппозиции которой в России нет потому что Путин ее уничтожил Это тоже пожалуй необходимое условие для революционной ситуации Однако две революции нового типа которые осуществил украинский народ свидетельствуют о том что не всегда революция начинается и происходит по классическим схемам уверен уверен что в основе любой революции лежит вопиющая несправедливость власти в отношении смиренных людей Предатели сидят в Кремле все точно падают самолеты происходят взрывы убирают неудобных сажают по тюрьмам делают все что хотят Первые ростки такой революционной ситуации произошли совсем недавно когда матери российских солдат погибших на войне в Украине стали на колени перед Министерством обороны России надеясь на встречу с новым министром обороны Мы просим вас чтобы вызвали нам министра обороны Давайте плакать и бить толком нас не слышали Ну сил правда уже нет Почему наши мужчины должны воевать У нас мальчики там молодые юные гибнут 20 лет 25 лет Эта акция не принесла никаких результатов потому что к матерям подъехал автозак и все завершилось так как всегда в России Но сейчас ситуация в России приобретает совсем другой характер и революционное пламя может загореться в любое время И тогда Путину уже не поможет не вся его мощная репрессивная машина ни автозак никто Что может побуждать население России выйти на протест который может привести к революции или гражданской войне давайте попробуем это узнать но начнем с Курска Мы через два дня ее выдаем все будет нормально но прошел месяц результата никакого нет совершенно враг укрепляется враг идет дальше уже в Александровке враг идут бои в Александровке это 30 километров границы можно без преувеличения констатировать что блестящая военная операция вооруженных сил Украины в результате которой под контроль Украины перешло 1300 квадратных километров и около 100 населенных пунктов Курской области Российской Федерации кардинально изменила ход войны Курская операция была необходима она имела военная цельсообразность она изменила протекание протекание войны протекание войны она отвлекла часть силы средств Российской Федерации на маневренную войну на мой взгляд Курск дал очень важный позитив для Украины это неожиданное для всех в том числе и для Запада успешная военная операция дала мощный импульс нашим западным партнерам продемонстрировав что Украина способна смело взять инициативу в свои руки и показала существенную положительную динамику в этой войне можно без всякого преувеличения констатировать что эта операция ВСУ имеет очень важное значение для сторонников Украины на Западе они увидели что Украина действительно имеет огромный потенциал и может выиграть эту войну и что помощь оказываемая западными странами за счет налогоплательщиков тратится разумно ради укрепления возможностей Украины в этой войне теперь очень важно политическим лидерам западных стран являющихся членами антипутинской коалиции донести до сознания их избирателей что это не просто гуманитарная помощь оказываемая ради справедливости поскольку Путин противоправно грубо нарушая международное право пошел войной в независимую Украину и привел к большим жертвам и разрушениям в нашей стране а то что Украина украинский народ и ВСУ являются последним бастионом против мощной агрессии Путина пока держится Украина борется и побеждает в этой войне американский народ и народы Европы могут чувствовать себя безопасно но без мощной помощи западных стран Украина не сможет долго удерживать нашествие Путина и война охватит Европу и весь мир идеальный барьер это Атлантика Естественно Вышли на Атлантику и все хорошо А прекрасное место для наших войск Берлин Лиссабон Мадрид А как красиво наши выглядели в Париже Еще один тоже чрезвычайно важный аспект Курской операции Курск это потенциально ключевая психологическая территория для Путина и российского населения Курская область это вот такая Россия что даже не знаю с чем сравнить такая коренная историческая ядро Война действительно может окончиться благодаря военной победе Украины и Курск может повлиять на это учитывая еще и то что эта операция ВСУ существенно спутала карты Путина и она может приблизить нас к победе Я говорю Украина победит Ну что у нас столько оружия А я ему говорю Я говорю Укропы скажут спасибо за бесплатный металл и дадут еще контрибуции будем платить Кроме этого Курская операция также делает невозможным замораживание войны Это очень важно ведь Украина находится сейчас на значительных по размеру территориях России на которых Путин не сможет просто заморозить конфликт как один из потенциальных вариантов в случае переговоров Таким образом это лишь несколько важных последствий Курской операции ВСУ не просто изменившей ход этой войны но и значительно приблизившей нас к победе Вместе с тем мы не должны поддаваться легкомысленным выводам о том что эта операция значительно подорвала авторитет Путина и существенно ослабила его власть По-моему это не так Эти специальные военные операции уже давно оказало очень позитивное воздействие на нашу внутреннюю жизнь Действительно определенное разочарование Путиным среди российского населения есть По информации некоторых осведомленных источников только за последний месяц его рейтинг упал более чем на 10% и падение рейтинга продолжается Но это не означает что путинская власть ослаблена У Путина еще очень значительный запас прочности его власти Из истории нам хорошо известно что авторитарные государства выглядят очень стабильными вплоть до момента когда могут упасть Это означает что смена власти в России может произойти неожиданно для всего мира но не в результате демократических выборов а путем государственного переворота и к этому все идет Пока Путину удается не допустить каких-либо акций гражданского протеста в России он использует тактику разделяй и властвуй и недовольство населения не проявилось так как могло бы если будет решающая военная победа Украины на Курщине тогда это может чрезвычайно негативно повлиять на его судьбу вообще Вот моя концепция она очень простая Удар будет справа будет скорее не 16 а 91 сначала будет БКЧП а потом ответ на него Недавно агентство Reuters сообщило что Белый дом близится к принятию решения о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет JASM которые можно использовать с истребителями F-16 Передача этих ракет может действительно переломить ход войны Решение вероятно будет принято в ближайшее время А если еще вспомнить планы наших союзников поставить дополнительно в этом году значительное количество самолетов F-16 то это действительно может реально повлиять на ситуацию на фронтах войны Пожалуй лучше было бы получить ракеты с большей дальностью Возможность наносить удары в глубокий тыл требует определенной дальности ракет Однако Украина очень успешно использует и собственные ракеты и дроны В радиус действий попадают 14 аэродромов и аэропортов 1 НПЗ штаб Южного военного оборога в Ростове на Дону Ракеты Джасом являются более совершенным видом оружия чем любое другое оружие находящееся на вооружении Украины Но наибольшее их преимущество заключается в том что США могут обеспечить постоянную поставку этих ракет Конечно есть много примеров когда Украина успешно самостоятельно ведет дальнобойную борьбу Лучшим примером за последние недели является удар по нефтебазе в пролетарске Ростовской области Из 76 нефтяных резервуаров целыми остались лишь 8 Это вероятно повлекло убытки на полмиллиарда долларов в виде доходов от нефти Как говорится лучше не стало И все же было бы здорово если бы союзники предоставили ракеты Джасом и одновременно позволили бить по России ракетами Атакамс Таким образом Украина на пороге кардинальных изменений в войне которые во многом изменят не только ход этой войны значительно приблизят нашу победу Кроме того перенос войны на центральные регионы европейской части России может привести к серьезной дестабилизации внутриполитической ситуации в России и подтолкнуть российскую элиту к решительным действиям по смене президента Путина Для того чтобы ответить на главный вопрос кто зажжет ту искру от которой вспыхнет вся Россия нам снова нужно вернуться к курской операции ВСУ Если мы скажем что эта операция вызвала не просто глубокий стресс у большого числа русского населения а не только курской области то это будет не совсем точно потому что из той информации которая есть в информационном поле России можно безошибочно констатировать что эта операция привела российское население в глубокий шок из которого еще не все вышли Сначала казалось что с начала 22 года удивляться уже больше нечему как бы как выяснилось удивлялка еще способна удивляться Центральные пропагандистские телепередачи на главных телеканалах России наполнены не только открытой критикой армии России которая неспособна была обеспечить безопасность российских территорий но и власти и непосредственно Путина иногда выглядящего беспомощным и растерянным это имеет большое значение поскольку значительная часть российского населения склонна максимально доверять телевидению России теперь население России каждый день с экранов центральных телеканалов слышит открытую критику Путина за его неспособность обеспечить безопасность страны но наши военные и пограничные службы ФСБ прорыв границы не допустили через три дня враг будет вытеснен за пределы наших границ скажи-ка дяде ведь не даром Москва спаленная пожаром и так далее это приносит свои результаты российское население начинает осознавать что Путин не священная корова и его можно критиковать население России стало получать ужасную информацию об огромных потерях армии РФ как в живой силе так и в технике для них это было полной неожиданностью сотни тысяч беженцев из Курской области являются лучшими агитаторами против войны и Путина многие из российского населения только сейчас когда война реально пришла уже на территорию России начали осознавать до чего их вождь Путин довел страну как мы дожили до такой жизни российское население европейской части уже ощущает на себе что такое война из-за систематических ударов украинскими дальнобойными дронами часто поражающими намеченные цели можно себе представить что будет происходить на значительной территории России в случае если по военным объектам будут ежедневно наноситься массированные удары дальнобойным высокоточным мощным оружием это без всяких сомнений приведет к панике миллионы русского населения окончательно лишатся комфорта мирной жизни и станут жить в условиях фактически военного положения и ежедневных воздушных тревог и массированных обстрелов военной инфраструктуры поспали люди сегодня а если к этому добавить еще и тяжелое экономическое состояние России и значительное ухудшение жизни простых людей в России из-за мощных санкций которые становятся реальным фактором нестабильности жизни в России это является серьезной основой и для социального взрыва санкции мощной удавкой затягивают шеи россиян поэтому отвечая на вопрос кто зажжет ту искру от которой запылает вся Россия можно уверенно ответить украинский воин Владимир Путин сказал самое главное больше никогда наша страна не будет вести войны на своей территории это кто не понял вот теперь понимает вот и все вот что сделал Путин что он сделает еще мы посмотрим если действительно поляки русофобскую риторику подхватила и Харрис возможная преемница Байдена на посту президента заявила что в качестве начальника Белого дома не будет встречаться с Путиным для переговоров о прекращении боевых действий на Украине без участия Кейва по словам Харрис Украина должна иметь право голоса МТВ Юэй про Головне только зашли в лесополосу сразу же подлетели дроны начался обстрел короче ну в общем за ночь умерло 100 человек 82 были ранены тяжело и вот эти 82 они в течение времени пока не было эвакуации умирали от потери крови ничего критического трагического не произошло новая территория не знаю даже не могу сказать может государства нужны нам отлично не нужны только деньги туда отходят зачем и так много если посчитать сколько мы там оставили под стенами этого города наших военнослужащих какие-то были потери гигантские ИСВ институт изучения войны ко дню рождения Путина подсчитал что за год наступления на Покровском направлении только Покровское без учета других Россия потеряла количество техники соразмерное почти пяти бронетанковым дивизиям 1830 из которых 539 танков и 1020 бронемашин бронетранспортеров просто покрасоваться вот я такой крутой при этом большая часть техники потеряны безвозвратно то есть уничтожены и ремонту не подлежат не надо говорить мы еще не начинали все уже пора заканчивать согласитесь достаточно внушительное число за примерно тысячу квадратных километров какими бы угрожающими не казались российские успехи на оперативно-тактическом уровне ради чего вообще все это затеяно ради того извините чтобы сдохнуть будучи обладателями Крыма и Донбасса безусловно держим в уме и огромную цену в человеческих жизнях заплаченную украинскими защитниками при этом Путин не вкладывается не только в оперативный часов яр к 9 мая но и в свой собственный таймлайн в глобальном плане все становится только лучше с каждым годом если проводить параллель с Чечней то на две чеченских войны у России тогда еще при Ельцине ушло 6 лет с 1994 по 2000 с перерывами на Украину у Путина уже ушло 10 печальный факт в том что на Украину Путин потратил практически столько же времени своего правления сколько на саму Россию 10 из 24 лет в голове не укладывается да ребят вот вы хотите нас увезти в слепые глухие архаичные века в время гнилых зубов страшной детской смертности да и главное нахрена и если глобальный замысел Путина заключается в том чтобы провоевать еще несколько лет продолжая стираться об Украину то то что устроил Путин это это абсолютное безумие ей богу это выглядит как самая безумная война в российской истории но сейчас мы имеем дело с чем-то еще худшим учитывая что там есть ядерное оружие что эта война еще кроме всего прочего ведется с Украиной это же как на это не посмотри да с точки зрения каких-то интересов России предательства российских интересов потому что мы портим отношения с теми ближе к нам никого не будет чем украинцы и белорусы мы теряем статус освободителя в большой великой войне которая тяжелой крови давалась нашим предкам мы выпиливаем себя из глобальной системы мы там обрезаем все все культурные каналы ну просто бесконечное количество минусов оглядываясь назад хотелось бы спросить у всех кто поддержал войну в 2014 а затем в 2022 если бы они знали чем все обернется и насколько это затянется а конца и края пока не видно поддержали ли бы они войну тогда или решили бы да ну нафиг лучше с собой займемся непонятно зачем в россии ее же граждане живут плохо зачем загонять в нищету и несчастье еще и граждан другого государства это все амбиции одного человека и мне кажется как только этого человека все таки не станет и украина вздохнет с облегчением и грузия вздохнет с облегчением в июле прошлого года писал про ошибку невозвратных затрат это когда ты понимаешь что многое потеряно но продолжаешь вкладываться еще больше чтобы попытаться компенсировать потери и в итоге уйти в плюсе с тех пор прошло больше года и Путин еще больше вкладывается в войну которую не может выиграть потому что руины угледара не продашь за победу даже самым упоротым зетникам Путин самый опасный дурак в мире он не может ни победить ни проиграть ни остановиться это текст материала опубликован во влиятельной американской газете Нью-Йорк Таймс в Штатах осознали что Путин рассчитывал на быстрый захват Киева не имея запасного плана и теперь план Б состоит в том чтобы никто не понял что план А провалился что делает эту войну самой бессмысленной войной в истории лидер страны агрессора уничтожает соседнюю страну только ради того чтобы скрыть тот факт что он был большим дураком начав эту войну при этом заманивать новое мясо на фронт все труднее Белгород сегодня поставил новый рекорд по выплате подъемных за заключение контракта 3 миллиона рублей ну вот сторонники Путина они зажмурившись как раз и воюют они думают что они защищают престол отечества ну как обычно отечество опасности наши танки на чужой земле если бы на Россию напали враги хотя я не понимаю кто это мог бы быть кому надо нападать на эту Россию то конечно ее надо было бы защищать как мой отец защищал вместо этого они с удовольствием кушают так что за ушами трещат вот эту путинскую брехню про то что Украина не до государства про то что это земли наши обильно политые ну и все такое прочее такое это мозговое извращение словами не лечится при этом его биологические часики тикают а цели все так же остаются далекими от достижения по крайней мере в обозримом будущем не забываем что помимо Донбасса там еще Херсон и Запорожье спецоперация уже перешла на территорию России когда Путин принимал у Ельцина вторую чеченскую войну ему было 48 сейчас ему 72 Чечня была относительно маленькая а впереди у него было много лет вы же не думаете что он всерьез собирался покинуть пост после второго срока вы че с ума сошли что ли Украина намного больше ее так или иначе продолжает поддерживать Запад а времени у Путина все меньше сам он конечно рисует себе 2036 год в качестве конечной точки ухода на пенсию ему будет 84 буду на печке сидеть сейчас его ручные пропагандисты смеются над Байденом будет ли им тогда смешно а то ты уже старый вот так то падаешь то не знаешь за что ты с кем ты разговариваешь конечно Запад мог бы значительно ускорить этот срок путем увеличения военной помощи Украине будь на то политическая воля кажется они совсем не замечают что ему 72 а не 48 и было бы куда лучше не затягивать ведь с каждым последующим годом он становится все безумнее и кровожаднее он себя равняет с Петром Великим с Екатериной со Сталином я уж не знаю с Иваном Грозным преобразователи России мало кто может сказать ему правду что на самом деле Владимир Владимирович ты Россию матушку к ногтю свел уничтожаешь ее исказил ее историческую Петровскую траекторию которая двинулась в сторону Запада развернул ее значит к лесу передом а к европейской цивилизации задом извращенец ты Владимир Владимирович как в известной сказке Бажова сказано козел душной но он-то так не думает и тут они начинают себе изобретать вот всякую хню такую про то что скрипы и так далее и они покушение на свою власть они воспринимают как покушение на историю на культуру на народ на страну и так далее это конечно форма безумия не помню кто произнес эту фразу старики во власти опасны им все равно что будет с миром путинский режим от старости и вседозволенности сошел уже с ума и ударился в безумную геополитику с развязыванием агрессивной войны потом выяснилось что их компетенции и квалификация дедов из совбеза находятся на том же уровне что и представление о мире то есть на уровне немолодых мужиков рассуждающих о политике под водочку за гаражами но платить то за это мракобесие и некомпетентность приходится реальными жизнями жизнями украинцев жизнями россиян и судя по тому как тщательно и масштабно готовится введение военно-крепостного права плана по прекращению войны в ближайшее время у Кремля нет они уже сняли табу индивидуальный террор удары по инфраструктуре так называемое дальнобойное оружие ракеты которые будут запускаться как планируется напрямую с участием натовских экипажей это массовый террор русофобскую риторику подхватила и Харрис возможная преемница Байдена на посту президента заявила что в качестве начальника Белого дома не будет встречаться с Путиным для переговоров о прекращении боевых действий на Украине без участия Кейва по словам Харрис Украина должна иметь право голоса США вложили в войну на Украине 300 миллиардов долларов ОМТВЮЭЙ про головне Мы ждем вас в Баку Бункерный пригласил президента Азербайджана в столицу Азербайджана Баку вместо Казани тут самое время российским пропагандистам высмеять деменцию деда на всех федеральных каналах по примеру с Байденом или это другое Полоумный дедушка которому самое место у Камина в доме престарелых пытается шутить быть дружелюбным несет какой-то бред Понимаете бред собачий Ну а тем временем глава МИД так называемой России Сергей Лавров поднял вопрос с квадроберами на международный уровень и спросил водятся ли они в Армении Интересно а бывают квадроберы которые наряжаются в лошадей Ну а так называемая СВО идет настолько по плану что закрывают еще два села Белгородского района Петровку и Соловьевку жителей населенных пунктов отселят и поставят в очередь на предоставление нового жилья сообщил Гауляйтер Гладков Сегодня наседание оперативного штаба приняли решение и закрываем на въезд и начинаем процедуру отселения представления нового жилья жителям Петровки и Соловьевки Белгородского района Наверное приблизительно вот такого на данном видео бараки российского города Тольятти куда разместили переселенцев с Курщины Сделать ремонт в своих сараях это слишком сложно легче сбросить авиабомбу на украинский город Мы говорим что все идет по плану Извини У нас такого плана не было А Медведимон сумел удивить неожиданно стал обзорщиком новостей Каждую неделю очевидно будут выходить некие дайджесты В этот раз вышло воскресное обозрение аж 7 главных новостей Ну по его мнению так сказать сортировка новостей согласно предпочтению В общем сначала он поддержал Елену Вайбе что надо бомбу сбросить на Лондон Потом порадовался что президент Латвии сломал руку сказал гадость про Украину высмеял кандидатов президента Трампа решил позаимствовать идею у Израиля в неком своем переосмыслении еще раз сказал гадость про Украину и в конце порадовался что в Германии закрывается автопром Вот и все новости и тут конечно кто-нибудь мог бы спросить а где хоть одна новость про Россию но такой вопрос может прийти в голову только исключительно к какому-то врагу наверное ну точно уж не имперскому патриоту в Новосибирске состоялся митинг который несколько раз пытались санкционировать потом просто уведомить в общем состоялся митинг партии коммунистов против блокировки Ютуба это неожиданный поворот от кого угодно можно было ждать чего-то подобного но только не от коммунистов сам митинг был не сильно многочисленный никого не задержали произносились речи и слова поддержки коммунисты в защиту Ютуба что у них вообще общего может быть ну в смысле кроме очевидного красного цвета это же паноптикум какой-то когда коммунисты под видом свободы слова борются против блокировки Ютуба это насколько говорит о том в каком конкретном месте мы находимся по уровню свободы слова конечно же наверное на первом очевидно много денег это сколько миллион два может быть миллиард наверное у каждого свое понимание но например для следователя Марата Тамбиева из Москвы сумма в 7 миллиардов рублей это так ничего особенного лучшим тамбиев оказался вопросах взяток и как видите гордиться этим сегодня бывшего следователя приговорили к 16 годам колонии и штрафу в 500 миллионов рублей в течение двух лет он получил 10 взяток от участников хакерской группировки за покровительство со своей стороны например следователь должен был не накладывать арест на крипто кошельки у подозреваемых где у них хранились 14 миллиардов на биткоинах цена такой услуги целых 7 миллиардов самим хакерам дали условный срок за торговлю данными банковских карт как видите власти очень даже дружат с новыми технологиями когда речь заходит об их собственном обогащении но если говорить о людях то все технологии обязательно идут с приставкой западные и вражеские примером такой вражеской технологии стал мессенджер дискорд на протяжении последних месяцев власти нещадно пытались его ограничить вот и сегодня пользователи заметили проблемы с подключением а к вечеру дискорд и вовсе окончательно заблокировал Роскомнадзор в последнее время Кремль ведет борьбу не только с мессенджерами но и с мигрантами их увольняют запрещают им въезд в страну проводят рейды и депортируют но всегда есть но исключение когда дело касается нужд войны в Саратове отрезали от коммуникаций местный спортивный центр там можно было заниматься пляжным футболом волейболом и теннисом и все ради строительства хостела для мигрантов из Индии там будут жить 600 человек и работать на местной швейной фабрике где изготавливают военную форму посетители спортивного центра конечно недовольны интересно что ситуацией заинтересовался специалист по любым преступлениям кроме терактов и политических убийств Александр Бастрыкин глава следственного комитета он поручил проверить законность стройки ведь именно стройками должен заниматься целый глава СК у Бастрыкина если так посмотреть вагон работы мог бы и коррупцию расследовать но все как-то руки не доходят можем дать ему наводку взять например Валентину Матвиенко неплохо бы разобраться откуда у ее сына вилла в Италии и почему в инстаграме ее невестке курорты отнюдь не Краснодарского края непозволительное расточительство в условиях войны и это не мои слова это сегодня заявила сама Валентина Матвиенко правда говорила она о губернаторах она призывала глав регионов экономить и откладывать стройки до лучших времен что ж а мы призываем Валентину Матвиенко в таком случае начать с себя и подать пример всем остальным снести свою итальянскую виллу на благо Родины кажется детям скоро будет просто опасно ходить в школу учитывая как часто мы получаем новости о чудовищных разговорах о важном вчера например школьникам на уроках рассказывали о ядерной войне причем в жутких подробностях даже показывали тела бесконечностей дети и родители в шоке кто-то сбежал с урока а кто-то сидел с закрытыми глазами напомню что недавно школьникам на Сахалине показывали видео хирургического аборта другая безумная новость из ТВ местный Роспотребнадзор выкатил пост о пользе чеснока и казалось бы что в этом такого во-первых текст начинается с исторической справки о том как чесноком кормили рабов в древнем Египте во-вторых чеснок там не просто полезный он какой-то просто волшебный и от рака лечит и от простуды и от мозолей помогает в общем чудо какое-то пост кстати уже удален а чиновники и депутаты продолжают придумывать все новые и новые причины для запрета child free вот и вице-спикерка Госдумы Кузнецова предложила свой вариант запрет пропаганды бездетного образа жизни я бы сказала что это один из элементов реализации стратегии национальной безопасности Кажется скоро все что пугает Путина и его престарелых друзей будут запрещать под предлогом национальной безопасности зато национальной безопасности никак не мешает развязанная Путиным война они уже сняли табу индивидуальный террор удары по инфраструктуре так называемое дальнобойное оружие ракеты которые будут запускаться как планируется напрямую с участием натовских экипажей это массовый террор не должны еще раз попросить разрешения бить по нашей территории и возможно его получить русофобскую риторику подхватила и Харрис возможная преемница Байдена на посту президента заявила что в качестве начальника Белого дома не будет встречаться с Путиным для переговоров о прекращении боевых действий на Украине без участия Кейва по словам Харрис Украина должна иметь право голоса начинается реальная война всех против всех там не было системы ПВО российской теперь С-400 там стоит но теперь пускай полетают бункерный дед перестал посещать Сочи из-за страха за собственную жизнь последний раз Путлер летал туда 7 месяцев назад об этом свидетельствует анализ издания проект источник знакомый с ситуацией объяснил это боязнью главаря ОПГ Кремль за свою жизнь после атак беспилотников по объектам в городе бункерный даже прервал многолетнюю традицию приезжать в Сочи на день рождения Алины Кабаевой который та отмечает в мае именно так Практическая боевая работа показывает что ПВО Россия отмечает наше ПВО оно лучше в мире оно глубоко эшелонированное Ну а тем временем в оккупированном Крыму продолжает гореть морской нефтяной терминал который поразили вооруженные силы Украины в ночь на 7 октября отметим что его защищал ЗРПК панцирь С1 наверняка собой и отбил удар Российские СМИ также сообщают что по объекту предположительно прилетели две ракеты после прилета повреждены пять резервуаров с топливом два разрушены полностью а еще три повреждены и горят из-за атаки ограничено движение поездов на участке Владиславовка Феодосия Пассажиров пришлось пересаживать на автобусы Феодосийская нефтебаза имеет очень важное значение для снабжения топливом как полуострова так и всей южной группировки российской оккупационной армии при повреждении инфраструктуры данного объекта у расистов возникнут серьезные проблемы с обеспечением поскольку это крупнейший в регионе терминал по объемам перевалки нефтепродуктов сообщается что в результате атаки пострадали трое человек есть госпитализированные что случилось почему все это происходит ответ очевиден здравствуйте друзья посмотрите на это пазарище кортеж президента гордо едет по улице на которой прорвало трубу с таким важным видом стоять в луже менты умеют только в России военкора Гузенко с позванным 13 задержали как только вернулся из Украины задержали меня сотрудники причем когда задерживали еще и лупили задержал некто Сушко он я не знаю сейчас в МВД или в какой конторе работает еще с ним был другой сержант впервые приехал домой и вот так меня встретил родной город родной город встретил уютно тепло по-домашнему самая богатая полезными ископаемыми страна мира пенсионеры выбирают внукам игрушки вот они пенсионеры в России выбирают подарки своим внукам сложно здесь прожить сложно купить новые игрушки а тут такие хорошие такая огромная страна а описать что в ней происходит можно всего в двух картинках Курская область коллекция осень 2024 самые модные пацаны теперь ходят вот так а еще кстати идеальная защита от украинского дрона просто покрасоваться вот я такой крутой Украина получила первые истребители F-16 от Нидерландов об этом заявил министр обороны страны Рубен Брекельманс Точное количество самолетов которые уже получили вооруженные силы Украины он не назвал при этом заявил что всего самолетов будет 24 а оставшиеся попадут в Украину в течение следующих месяцев такое заявление министр обороны Нидерландов сделал после визитов Харьков Рубен Брекельманс также сообщил что страна выделит 400 миллионов евро на программу вооружения украинской армии современными дронами для наблюдения защиты и атак В конце июля этого года британская газета Times уже писала что ВСУ получили 6 истребителей F-16 от Нидерландов Ранее мы рассказывали про вывод мониторинговой миссии ООН по правам человека что российские власти систематически пытают украинцев попавших в плен однако курская операция дала один из самых больших вкладов в обменный фонд ради освобождения украинцев из плена об этом заявил Владимир Зеленский накануне в традиционном вечерном обращении также президент Украины напомнил что ВСУ находится в Курской области России уже два месяца два месяца наших войсковых дней два месяца наших военных действий в Курской области и это очень важный этап войны то что значительно помогло и продолжает помогать нашему государству украинцы доказали что могут вытеснять войну в Россию и при достаточной поддержке партнеров сможем давить на Россию именно так как нужно чтобы в России чувствовали что война ничего им не даст спустя два месяца для возвращения занятых территорий в Курской области российские войска используют тактику выжженной земли об этом сообщает военный аналитик издания Бильд Юлиан Репке с помощью массированных бомбардировок армия России стирает с лица земли населенные пункты в Курской области находящиеся под контролем ВСУ тем временем издание New York Times заявляет что украинские войска пытаются победить российскую армию истощая ее ресурсы в тяжелой битве за Донбасс такую стратегию в публикации назвали обменом пространства на российские потери Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало видео уничтожения российской самоходной ракетной зенитки ОСА ГУР подчеркивает что автоматизированная зенитная установка стоит 10 миллионов долларов а дрон Камикадзе которым его сожгли стоит всего пару сотен основную боевую работу проделал беспилотный спецназ Крылья когда нашел и уничтожил ОСУ В рядах силовиков прошли массовые увольнения и переназначения Путин подписал закрытый указ и лишил должности нескольких глав региональных следственных комитетов начальников МЧС и ФСИНА Бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову предъявили новое обвинение в растрате в особо крупном размере Его будут судить еще и за хищение более 3 миллиардов рублей у банка Интеркоммерц Еще один эпизод растрата связан с покупкой двух паромов для Керченской переправы Обвинение Иванов конечно отрицает В Екатеринбурге на акции раздачи еды бездомным задержали четверых активистов Силовики сочли акцию несогласованным публичным мероприятием Адвоката приехавшего на помощь задержанным вытолкали из отдела полиции и ударили в почку Двоих несовершеннолетних отпустили с протоколом Еще двоих задержанных оставили в отделе до суда На холдинг ВГТРК совершили крупную хакерскую атаку В холдинг ходят каналы Россия-1 Россия-24 Культура Вести ФМ Многие другие Не работают онлайн-вещания внутренние сервисы и в самом ВГТРК признали что проблема очень серьезная Дальше обучение на базе вооруженных сил Румынии где украинские хлопцы будут Они уже сняли табу индивидуальный террор удары по инфраструктуре так называемое дальнобойное оружие ракеты которые будут запускаться как планируется напрямую с участием натовских экипажей это массовый террор ОМТВ Юэй про головное Какие у нас были цели официально заявленные в начале специальной военной операции Вы все помните деноцификация демилитаризация нейтралитет Украины и защита жителей Донецкой Луганской народных республик которые все это время страдали По какому из этих подождите по какому из этих пунктов мы достигли результата на сегодняшний день не по одному более того некоторые из них перестали иметь всякий смысл например нейтралитет Украины какой смысл имеет выдвижение этого требования никакого на данный момент она не будет нейтральной более если она останется существовать а теперь вопрос поскольку здесь уже прозвучало что она уже не существует как бы ее государственность останется Украина под руководством Зеленского или его преемников существовать по итогам всего того что происходит или нет вот это и обсуждалось на двух предыдущих панелях останется останется потому что сил для того чтобы это преодолеть при той поддержке которой им оказывается на самом деле не хватает останется и значит надо понимать разные мнения это ваше мнение абсолютно точно я вообще чужих мнений не высказываю только свое можете даже не подчеркивать она останется и кстати говоря на мой взгляд руководство нашей страны она на эту тему не высказывается и правильно делает но оно по сути дела то что происходит дает понять что оно это понимает вступление Украины в НАТО и последующее развертывание здесь объектов Североатлантического альянса вопрос предрешен это дело времени похоже что кремлевский пропагандист сладков начал что-то подозревать запорожское направление ситуация неприятная наши позиции находятся под мощнейшим артиллерийским огнем я знаю много плохих деталей но открывать их не буду тенденция по нам бьют мы не отвечаем и на это есть весьма нехорошие причины их несколько и все они не зависят от воюющих батальонов полков дивизий в нас летят сотни снарядов в ответ ноль это что за война такая а война идет война война за Россию матушка почему мы движемся на ваш взгляд все только хуже будет становиться дальше ну мы не движемся мы уже приехали на станцию под названием конфронтация нас никто не любит и любить особо нас не собирается и нам это не нужно но кто-то же все-таки любит кто-то любит вы находитесь в плену своих иллюзий министр образования РФ призвал не пускать в интернет детей до 15 лет детям до 15 лет не нужно пользоваться интернетом и социальными сетями заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов до 15 лет это период который нужно пройти без виртуального мира это говорят психологи это говорят ученые это не только мое личное мнение заявил ТАС глава Минпросвещения Кравцов также сказал что подарил дочери на 15-летие кнопочный телефон в декабре прошлого года министр пообещал разработать для школ систему белого интернета она призвана бороться с негативным влиянием запада на российскую молодежь следующая работа это информационные сети соцсети это та информационная война которая ведется коллективным западом и соединенными штатами Америки в отношении детей и сегодня мы этому противостоим в том числе создали систему белого интернета с объективным проверенным верифицированным контентом которая со следующего года будет реализовываться во всех школах заявил Кравцов в 1926 году в Германии появилась организация Гитлер-Югент молодежь Гитлера если дословно но со временем это стало одним словом в этой организации в основном собирались дети членов ныне запрещенной национал-социалистической немецкой рабочей партии Гитлер-Югент активно помогала Гитлеру и нацистам ее члены активно участвовали в погромах и травле людей в 1937 году данная организация полностью слилась с национал-социалистической немецкой рабочей партией со всеми выплывающими последствиями Гитлер-Югент была построена по военному образцу главный лозунг молодежь руководит молодежью нацисты старались привлечь в организацию детей от 10 до 18 лет для этого они использовали всевозможные парады игры привлекали армию туризм проводили спортивные соревнования и так далее но все это безумие прекратилось в далеком 1945 году на Нюрнбергском процессе данная молодежная организация была запрещена а ее идеология признана опасной но не зря говорят что история имеет свойство повторяться причем не всегда в той же географической зоне или стране в 2016 спустя 71 год после разгрома гитлеровской военной машины и запрета нацистской идеологии появляется другая организация с другим названием и в другом месте но фактически полностью скопировавшая черты и особенности Гитлерюгенд такая организация появилась в России правда название решили подобрать без ассоциации с лидером страны это детско-юношеское образование именуется юн-армия кремлевская пропаганда называет ее молодежным военно-патриотическим движением пока единственная сотня юн-армии в Ярославле и в России наш регион первый кому доверена эта ответственная миссия возрождения молодежно-патриотического движения инициативу министерства обороны поддержал президент страны Владимир Путин теперь обратимся к ближайшему резерву российской армии 10 старшеклассников прыгнули с парашютом в чеховском районе Подмосковья самолет Ан-2 высота 700 метров парашют Д6 все серьезно самому младшему из юных парашютистов 14 лет это вклад десантников в новое движение юна-армия более сотни ярославских ребят и девчонок посвятили в юна-армейцы таким образом регион первым в стране приступил к созданию молодежного военно-патриотического движения юна-армия по всей России по всей России ныне проходят общие слеты с разных регионов страны на которых детей учат быть готовыми воевать сегодня первые 50 волгоградцев вступили в ряды нового детско-юношеского движения юна-армия более 500 участников всероссийского движения юна-армия собрались в подмосковной кубинке на первый съезд в волгоградском регионе начинает работу юна-армия 28 мая в парке культуры и отдыха вооруженных сил России патриот в подмосковной кубинке состоялся первый всероссийский слет военно-патриотического движения юна-армия структура юна-армии привязана к местным военным объектам военно-учебным заведениям к ЦСК и ДСАФ кто бы мог подумать что нацистские организации могут появиться на территории одной из стран которая воевала против нацизма как известно нацизм это мировоззрение ставящее во главу мира определенную нацию и хотя кремлевские власти всюду толдычат о многонациональности России и уважении к другим нациям их идеология построена на подчеркивании особой роли представителей так называемого русского мира министра министр культуры РФ Мединский рассказывает о лишней хромосоме россиян тот факт что Россия еще сохранилась и развивается говорит что у нашего народа имеется одна лишняя хромосома президент размышляет об уникальном генном коде страна наша как пылесос втягивала в себя представителей различных этносов наций национальностей и кстати говоря на этой основе создан не только наш общий культурный код но и исключительно мощный генетический код потому что за все эти столетия даже тысячелетия происходил обмен генами это же вот эти смешанные браки и именно этот наш генный код он наверное может быть почти наверняка является одним из главных наших конкурентных преимуществ сегодняшней мере он очень гибкий он очень устойчивый и мы даже этого не чувствуем но это наверняка есть форбс сообщают что киев перебросил в курск область свои лучшие танки издание пишет про шведские танки ст рв и немецкие леопарды их переброска по версии форбс указывает на то что Зеленский считает курскую область стратегическим направлением для Украины бывший министр обороны Британии со страниц Дели Таллиграм вызвал брать пример с Нетаньяху в политике относительно Украины и безжалостно бить врага ну то есть попросил дать добро на удары Какие у нас были цели официально заявленные в начале специальной военной операции По какому из этих пунктов мы достигли результата на сегодняшний день не по одному Дорогие друзья давайте выясним мы собрались для того чтобы успокоиться или мы собрались для того чтобы рассказать о том что есть на самом деле посада Бахмута у нас и взятие Бахмута продолжалось 224 дня а Сталинградская операция 200 дней освобождение Киева 40 дней а штурм Берлина 17 дней мы включили в состав Российской Федерации новым субъектом Запорожскую и Харьковскую области Херсонскую области при этом мы так и не вошли в город Запорожье город Херсон мы оставили когда дело заходит вообще о логике этой специальной военной буржи понимаете что она состояла в том что достаточно быстро после нашей силовой акции украинское государство разваливается и без особенных жертв на самом деле удается достичь того что не удалось достичь в течение восьми лет пока пытались реализовать минские соглашения к сожалению этот план сорвался он просто был нереальный и в своей основе какие у нас были цели официально заявленные в начале специальной военной операции вы все помните деноцификация демилитаризация нейтралитет Украины и защита жителей Донецкой Луганской народных республик которые все это время страдали по какому из этих подождите по какому из этих пунктов мы достигли результата на сегодняшний день не по одному более того некоторые из них перестали иметь всякий смысл например нейтралитет Украины какой смысл имеет выдвижение этого требования никакого на данный момент она не будет нейтральной более если она останется существовать а теперь вопрос поскольку здесь уже прозвучало что она уже не существует как бы ее государственность останется Украина под руководством Зеленского или его преемников существовать по итогам всего того что происходит или нет вот это и обсуждалось на двух предыдущих панелях останется потому что сил для того чтобы это преодолеть при той поддержке которая им оказывается на самом деле не хватает останется я не говорил о том что я хочу сохранить Украину я говорил о том что хочу я или не хочу она сохранится я например не голосовал за признание за обращение к президенту с просьбой признать Донецкую Луганскую Народную Республику как это предлагали наши друзья из Компартии я предлагал другой вариант давайте признаем ДНР и ЛНР в случае нападения на них Украины дело в том что мы бы в этом случае не попали бы в ловушку которую мы попали в результате когда мы стали действовать и тут же дали повод всем нас демонизировать и создать этот блок против нас вот что произошло это ошибка и эту ошибку теперь мы все несем и бессмысленно говорить кто там был прав кто виноват потому что у нас как говорится ванвэй тикет но то что это была ошибка это очевидно значит то что касается Януковича и того кто его приводил к власти кто в этом виноват занести портрет нет у нас есть руководство в стране которое как мы понимаем мы уважаем Владимир Владимирович Путин вы думаете Владимир Владимирович Путин не является верховным в этом случае ответственным за то что с нашей стороны была оказана поддержка Януковича мы же сами себя убиваем мы же это понимаем да раз мы говорим что это один из нами народ можем мы себе позволить сейчас прекратить огонь или нет если мы сейчас прекратим огонь это будет поражение этого той затеи того замысла который был в самом начале это же очевидно ОМТВЮЭЙ про Головне что-то взрывается Феодосии попали не просто по нефтебазе а по нефтеналивному порту именно так именно так порт имеет большое значение для поставки топлива оккупантам в Крыму в ночь на 7 октября в день рождения Путина во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе аэродрома Бельбек возник пожар в сети также сообщали что в Феодосии после атаки беспилотников вспыхнула нефтебаза позже Генштаб ВСУ подтвердил что силы обороны Украины нанесли удар по морскому нефтяному терминалу россиян во временно оккупированной Феодосии военные отметили что феодосийский терминал является крупнейшим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов которые использовались в том числе и для обеспечения потребностей российской армии выяснилось что для нас это проблема появилось видео как утверждается снятое в первые часы после ночной атаки по нефтебазе в Феодосии Астра убедилась что расположение цистерн с топливом на видео совпадает с их расположением на спутниковых снимках нефтебазы по данным Астра это уже по меньшей мере четвертая атака по этому терминалу в Феодосии и первая которая привела к пожару Хочу сказать что специальные военные операции идут в строгом соответствии с графиком по плану все поставленные задачи успешно решаются Феодосии продолжает гореть атакованный ночью морской нефтяной терминал в городе ввели режим ЧАЭС теперь официально сообщил глава города Ткаченко из-за пожара в Феодосию выехал крымский вице-премьер Игорь Михайличенко в Минтранспорта республики сообщили что по техническим причинам приостановлено движение пригородных поездов на участке Феодосия Владиславовка по данным официальных лиц жертв и пострадавших в результате пожара на нефтебазе нет о причинах возгорания крымские власти так и не сообщили хотя об успешной атаке по Феодосии уже отчитались ВСУ из-за пожара из Феодосии эвакуируют порядка 300 человек сообщили местные власти Горящая в Феодосии нефтебаза относится к акционерному обществу морской нефтяной терминал это крупнейшее в Крыму предприятие по объемам перевалки нефтепродуктов местные жители сообщают что взрывы над Феодосией прогремели примерно в пол пятого утра по местному времени после этого в районе нефтебаза очевидцы увидели огонь и дым до этого о работе ПВО и о беспилотниках сообщали жители Сакского района Евпатории и Севастополя в марте нефтебазу в Феодосии уже атаковали дроны тогда был поврежден магистральный трубопровод перекачки топлива но этим не закончилось в Норильске горит склад с ацетоном и биотопливом площадью больше полутора тысяч квадратных метров сообщили в МЧС на месте работают 20 человек и 6 единиц техники прямо сейчас пожар локализуют от слов к действиям чтобы остановить западную поддержку Украины Путин не только угрожает соседям ядерным ударом Москва начала поддерживать Пхеньян и Тегеран в их попытках обзавестись ядерным оружием мы всегда это делали и делаем сейчас Путин не просто грозит Европе ядерным ударом чтобы та перестала помогать Украине его планы шире он хочет изменить баланс сил которые десятилетия обеспечивал мир на планете так цели российской политики объяснили участники конференции НАТО по нераспространению оружия массового поражения новую ядерную гонку в Варшаве обсуждали более 200 дипломатов из стран Альянса заявление о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси является шагом в этом направлении более того министр иностранных дел России недавно заявил что Москва готова признать ядерный статус Северной Кореи это постеподет пассивным новопиющим нарушением и подрывом договора о нераспространении ядерного оружия о согласии Кремля на то чтобы Северная Корея обзавелась атомной бомбой Сергей Лавров заявил 26 сентября сразу после того как Путин объявил о снижении порога применения своего ядерного арсенала сам термин денуклеоризация применительно к КНДР утратил всякий смысл для нас данный вопрос закрыт Москва усилила взаимодействие также с Ираном он стремится обзавестись ядерными боеголовками уже 35 лет в мае Россия провела учение по применению тактического ядерного оружия в прошлом году Москва отозвала свою подпись под договором о запрещении ядерных испытаний обсуждать с западными странами ядерную безопасность Москва не намерена пока Соединенные Штаты помогают Украине открыто заявили в Кремле для пересмотра Вашингтоном крайне враждебного антироссийского курса разговор США по стратегическим вопросам включая контроль над ядерными вооружениями лишен для России смысла более того он просто контрпродуктивен за первые два года войны Путин грозил ядерным ударом Украине ЕС и США 29 раз подсчитал американский центр стратегических и международных исследований это не нравится никому Сейчас риск ядерного удара возрос считают аналитики центра после изменения ядерной доктрины Путин может решиться на ядерный удар чтобы сохранить лицо в отличие от аналитиков военные в угрозы Путина не верят все те многочисленные средства которые мы используем для обычной обороны и мы можем задействовать и для проведения ядерной операции наши инвестиции как в обычное так и в ядерное вооружение заставляют Россию нас опасаться я не думаю что однажды руководство России проснется и решит что атаковать НАТО это хорошая идея повышение Путиным ставок в ядерном противостоянии прокомментировал и авторитетный американский бюллетень атомных исследователей издание напоминает что Соединенные Штаты в свое время ударили по Японии не когда проигрывали а когда выигрывали войну атомная бомбардировка заставила Токио капитулировать и принять все условия Вашингтона те же мысли могут овладеть и Путиным ученые предупреждают что путинские победы в Украине создадут больший риск применения ядерного оружия чем отступление России В Екатеринбурге на акции раздачи еды бездомным задержали четверых активистов силовики сочли акцию несогласованным публичным мероприятием адвоката приехавшего на помощь задержанным вытолкали из отдела полиции и ударили в почку двоих несовершеннолетних отпустили с протоколом еще двоих задержанных оставили в отделе до суда особенно актуально сегодня заявила посол России Вашингтоне Антонов сомнений в уничтожении вторгшихся в Курскую область нацистов нет а Путин принял решение сурово наказать киевский режим за вторжение на территорию России рассказал дипломат Вашингтон готовится направить на Украину новую партию помощи по данным из США этот пресс речь идет о 120 миллионах пришло время снять наручники Зеленского заявил Макол и к новому витку эскалации США судя по всему и правда готовой ночью Пентагон официально разрешил Украине использовать американское оружие на территории Курской области об этом сообщила заместитель официального спикера Пентагона небезызвестная Сабрина Синк ОМТВ Юэй про головне используют уже вовсю ракеты западные для ударов по нашей территории тем не менее Вашингтон Кирбив пытается говорить что только просят Песков в прямом эфире заявил что Россия первая ни на кого не нападала никогда в общем вы все врете и их там нет Я мог бы напомнить про историю с агрессией СССР в отношении Финляндии после провокации когда финны якобы обстреливали территорию СССР но тут как раз случайно в полной боеготовности уже томилась без дела армия Мог бы вспомнить раздел с Гитлером Польши оккупацию трех стран Балтии Афганистан или все эти грехи СССР а не России но хорошо Грузия в 2008 году надо полагать тоже первая начала а российская армия опять случайно оказалась рядом при том что Путин уже постфактум признался что Россия готовила наемников для вторжения в Грузию и всячески способствовала разжиганию конфликта не говоря уже о прямом вторжении по моему это не секрет именно в рамках этого плана российская сторона и действовала я уже об этом говорил публично и раньше это не секрет повторяю еще раз план был подготовлен генеральным штабом где-то в конце 2006 или в начале 2007 года он был мной утвержден согласован более того в рамках этого плана проводилась подготовка юго-осетинских ополченцев ну а с Крымом как? Украина внезапно напала на Краснодарский край и Кремль вынужденно ответил и перешел в контрнаступление в Донецкой и Луганской областях российские регулярные войска как появились на них внезапно напали украинские военные и заманили на свою территорию а потом россияне удивляются что им вообще никто не верит я бы отправил по почте Пескову какую-нибудь хорошую книжку по истории но маловероятно что у него есть время на чтение посторонней литературы они похоже всей страной увлеченно читают научные труды по уринотерапии в качестве божьей расы при чем здесь россия валить больной головной здоровую узнаваемая тактика как запада так и киева против донбасса готовится новая провокация заявили в луганске у силовиков лнр есть доказательства что планируется масштабная кампания ее цели дезинформация мирового сообщества и паника среди жителей луганской донецкой народных нам не нужна эта паника сказал господин зеленский нужна она похоже тем кто раскручивает тему мифической российской угрозы вообще если бы не наши западные коллеги которые спровоцировали поддержали в 2014 году кровавый антиконституционный переворот приведший к власти в Киеве националистов радикалов русофобов и просто нацистов мы бы и по сей день жили бы в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества однако кому-то на западе подобный сценарий явно не по душе остановитесь как не вы относитесь к войне на Украине ну как давно надо было ее начинать с нашей стороны почему еще лет 5 а то и все 8 назад когда бы уже было сейчас все нормально не будет войны Путин не допустит я верю Путину так и начались уже военные действия не будет войны они быстро закончатся то же самое к нам это защитная реакция палочкой в носу ковыряли в носу долго у медведя ну вот он ответил а что хотели я думаю украинцы виноват в этом каким образом не знаю отделились от России просто все а как вы оцениваете решение Владимира Путина сегодня туда войск обвести прямая агрессия ну почему обвести с российской страны войну уже не Россия начинала Россия никогда не нападать на кого скорее поддерживаю президента в Казахстане помогли справиться недавно с терроризмом Украина мне кажется тоже нужно помочь там просто войны конечно не хотелось чтобы война была но правительству виднее наверное они высоко сидят мы ни с кем не хотим воевать Россия никогда ни на кого не нападала наши солдаты правильно сделали что вошли туда как в качестве группы поддержки и зря вот эти все националисты там говорят там Россия там ну я уж не буду ругаться конечно есть посягательство на нашу территорию есть казус бельный абсолютный повод к войне настоящий без дураков официальная риторика Москвы претерпела очевидную трансформацию от намерений свергнуть кучку наркоманов и нацистов в Киеве до в общем судите сами мною принято решение о проведении специальной военной операции ее цель защита людей которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам геноциду со стороны киевского режима и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денсификации Украины мы не требуем чтобы Зеленский сдавался мы требуем чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и отдать приказ прекратить сопротивление наша цель не включает в себя смену режима на Украине Россия никогда ни на кого не нападала мы всегда защищаемся мы на кого не нападали мы ж не убиваем послушайте Россия никогда первой ни на кого не нападала мы ни с кем не хотим воевать Россия никогда ни на кого не нападала она только защищала свои рубежи хотят ли русские войны выбора не оставили просто не было выбора вопрос только был во времени когда начнется вот и все мы же понимаем что нам не оставили выхода многие россияне поддерживают это вторжение и при этом по-прежнему считают что мы ни на кого не нападали история нам говорит об обратном ну и что касается вашего вопроса о том планируем ли мы нападать на другие страны на другие страны мы нападать не планируем Киев требует разрешить бить ему по российской территории атаканцами которые понятно наводятся американцами которые невозможно использовать без американских спутниковых систем и специалистов то есть управляют ими американцы очень много тумана сейчас в отношении этой ситуации в отношении вот этих переговоров появляются различные предположения что может быть это решение будет озвучено не сегодня может быть это будет решение озвучено во время заседания генеральной ассамблеи ООН а может быть США разрешат наносить удары только британскими ракетами но не американскими но все это пока по большому счету слова окончательные формулировки когда они будут произнесены вот они будут означать некое статус-кво пока все это на уровне неких предположений и относиться к ним нужно соответствующе не стоит забывать что Storm Shadow раньше были носителями самолета Су-24 но давно они не значатся у нас среди сбитых то есть единственными носителями остались самолеты F-16 которые Украина уже получила западные западные лидеры включая премьер-министра Великобритании призвано создать некую дымовую завесу за теми действиями которые проводит запад в отношении России используя украинскую территорию ОМТВЮЭЙ ПРО ГОЛОВНЕ Что-то взрывается Феодосии попали не просто по нефтебазе а по нефтеналивному порту Именно так Именно так Порт имеет большое значение для поставки топлива оккупантам в Крыму В ночь на 7 октября в день рождения Путина во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы В районе аэродрома Бельбек возник пожар В сети также сообщали что в Феодосии после атаки беспилотников вспыхнула нефтебаза Позже Генштаб ВСУ подтвердил что силы обороны Украины нанесли удар по морскому нефтяному терминалу россиян во временно оккупированной Феодосии Военные отметили что феодосийский терминал является крупнейшим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов которые использовались в том числе и для обеспечения потребностей российской армии Выяснилось что для нас это проблема Появилось видео как утверждается снятое в первые часы после ночной атаки по нефтебазе в Феодосии Астра убедилась что расположение цистерн с топливом на видео совпадает с их расположением на спутниковых снимках нефтебазы По данным Астра это уже по меньшей мере четвертая атака по этому терминалу в Феодосии и первая которая привела к пожару Хочу сказать что специальные военные операции идут в строгом соответствии с графиком по плану все поставленные задачи успешно решаются Феодосии продолжает гореть атакованный ночью морской нефтяной терминал в городе ввели режим ЧС теперь официально сообщил глава города Ткаченко из-за пожара в Феодосию выехал крымский вице-премьер Игорь Михайличенко в Минтранспорта республики сообщили что по техническим причинам приостановлено движение пригородных поездов на участке Феодосия Владиславовка по данным официальных лиц жертв и пострадавших в результате пожара на нефтебазе нет о причинах возгорания крымские власти так и не сообщили хотя об успешной атаке по Феодосии уже отчитались ВСУ из-за пожара из Феодосии эвакуируют порядка 300 человек сообщили местные власти по плану горящая в Феодосии нефтебаза относится к акционерному обществу морской нефтяной терминал это крупнейшее в Крыму предприятие по объемам перевалки нефтепродуктов местные жители сообщают что взрывы над Феодосией прогремели примерно в пол пятого утра по местному времени после этого в районе нефтебаза очевидцы увидели огонь и дым до этого о работе ПВО и о беспилотниках сообщали жители Сакского района Евпатории и Севастополя в марте нефтебазу в Феодосии уже атаковали дроны тогда был поврежден магистральный трубопровод перекачки топлива но этим не закончилось в Норильске горит склад с ацетоном и биотопливом площадью больше полутора тысяч квадратных метров сообщили в МЧС на месте работают 20 человек и 6 единиц техники прямо сейчас пожар локализуют от слов к действиям чтобы остановить западную поддержку Украины Путин не только угрожает соседям ядерным ударом Москва начала поддерживать Пхеньян и Тегеран в их попытках обзавестись ядерным оружием мы всегда это делали и делаем сейчас Путин не просто грозит Европе ядерным ударом чтобы та перестала помогать Украине его планы шире он хочет изменить баланс сил который десятилетия обеспечивал мир на планете так цели российской политики объяснили участники конференции НАТО по нераспространению оружия массового поражения новую ядерную гонку в Варшаве обсуждали более 200 дипломатов из стран Альянса заявление о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси является шагом в этом направлении более того министр иностранных дел России недавно заявил что Москва готова признать ядерный статус Северной Кореи это постеподет пассивным новопиющим нарушением и подрывом договора о нераспространении ядерного оружия о согласии Кремля на то чтобы Северная Корея обзавелась атомной бомбой Сергей Лавров заявил 26 сентября сразу после того как Путин объявил о снижении порога применения своего ядерного арсенала сам термин денуклеоризация применительно к КНДР утратил всякий смысл для нас данный вопрос закрыт Москва усилила взаимодействие также с Ираном он стремится обзавестись ядерными боеголовками уже 35 лет в мае Россия провела учение по применению тактического ядерного оружия в прошлом году Москва отозвала свою подпись под договором о запрещении ядерных испытаний обсуждать с западными странами ядерную безопасность Москва не намерена пока Соединенные Штаты помогают Украине открыто заявили в Кремле для пересмотра Вашингтоном крайне враждебного антироссийского курса разговор США по стратегическим вопросам включая контроль над ядерными вооружениями лишен для России и смысла более того он просто контрпродуктивен за первые два года войны Путин грозил ядерным ударом Украине ЕС и США 29 раз подсчитал Американский Центр Стратегических и Международных Исследований это не нравится никому сейчас риск ядерного удара возрос считают аналитики Центра после изменения ядерной доктрины Путин может решиться на ядерный удар чтобы сохранить лицо в отличие от аналитиков военные в угрозы Путина не верят все те многочисленные средства которые мы используем для обычной обороны и мы можем задействовать и для проведения ядерной операции наши инвестиции как в обычное так и в ядерное вооружение заставляют Россию нас опасаться я не думаю что однажды руководство России проснется и решит что атаковать НАТО это хорошая идея повышение Путиным ставок в ядерном противостоянии прокомментировал и авторитетный американский бюллетень атомных исследователей издание напоминает что Соединенные Штаты в свое время ударили по Японии не когда проигрывали а когда выигрывали войну атомная бомбардировка заставила Токио капитулировать и принять все условия Вашингтона те же мысли могут овладеть и Путиным ученые предупреждают что путинские победы в Украине создадут больший риск применения ядерного оружия чем отступление России В Екатеринбурге на акции раздачи еды бездомным задержали четверых активистов силовики сочли акцию несогласованным публичным мероприятием адвоката приехавшего на помощь задержанным вытолкали из отдела полиции и ударили в почку двоих несовершеннолетних отпустили с протоколом еще двоих задержанных оставили в отделе до суда особенно актуально сегодня заявила посол России Вашингтоне Антонов сомнений в уничтожении вторгшихся в Курскую область нацистов нет а Путин принял решение сурово наказать киевский режим за вторжение на территорию России рассказал дипломат Вашингтон готовится направить на Украину новую партию помощи по данным из США этот пресс речь идет о 120 миллионах пришло время снять наручники Зеленского заявил Макоу и к новому витку эскалации США судя по всему и правде готовой ночью Пентагон официально разрешил Украине использовать американское оружие на территории Курской области об этом сообщила заместитель официального спикера Пентагона небезызвестная Сабрина Синг Размах коррупции конечно в республиках страшный там заводы резали на металлолом обогащались любым любым путем город в котором жило 70 тысяч человек детские садики были там ну детей на мои слова не ответят просто стер с лица земли все оттуда убежали кто мог просто убежали если победа выглядит так как захватить руины без людей дальнейшая гибель тысяч людей когда мужики заканчиваются в городах они уже заканчиваются в некоторых российских районах просто заканчиваются молодые мужчины в Долгопрудном когда Борис Борис уезжает в Долгопрудном заканчивается когда он приезжает погибло в Долгопрудном может быть не опознаете размах коррупции конечно в республиках страшный там такой отстойник так сказать таких вот антисуществ таких мародеров ну что просто я не знаю хоть всех святых выноси и местные жители глядя на то что ну смотрите а с России то пришло вот такое получилось что с той стороны украинской ну там тоже хватает но все таки не так то есть вы принесли ад и поэтому вот что безопасники на что жалуются очень много спящих ячеек которые работают или как такого подполья которые работают на Бандеровщину их много не только на территории вот той что освободили с 24 февраля 2022 года нет в самих ЛДНР такие ячейки тоже есть потому что ну люди просто озлоблены ну они думают ну придут большая Россия русские придут порядок не ведут а принесли собственно говоря вот такой вот бардак простите на этих освобожденных территориях это русский Донбасс люди многие люди вот после такого освобождения в кавычках идут в ВСУ мстить потому что им сломали жизнь отняли жилье в ходе такого освобождения гибли их родные и близкие вот мне например в Луганске показали вот смотрите говорит Максим вот есть трамвайные пути на трамваях не ходит а нет троллей вот этих что называется проводов над путями почему а Колыван все срезал и продал на металлолом Колыван это Плотницкий ну это бывший руководитель уже Луганской народной республики там шел вот дичайший дерибан когда образовался эти республики когда там расставили кадры кураторы из Москвы отобрав туда ну не знаю ну самые такие отстой да и мародеров там началось просто дикое вакханалие там заводы резали на металлолом обогащались любым любым путем такое вот разложение начальства оно очень сказалось очень пагубно сказалось на вот начале боевых действий в этой так называемой СВО и к сожалению да вот как мне говорят и местные и ребята кто воевал и безопасники наступило нечто что напоминает сюжет фильма свадьбы в Малиновке то есть красные пришли грабят белые пришли тоже грабят с территории освобождаемых ЛНР Луганской и Донецкой областей как мне вот рассказывали вывозили все что могли фуда сельхозтехники ОМТВЮЭй про головне морской нефтяной терминал в Феодосии продолжает гореть вторые сутки пожар зафиксирован спутниками НАСА в соцсетях феодосийцы сообщают об эвакуации граждан из частного сектора в прилежащем районе а также интересуются откачано ли топливо с АЗС расположенных неподалеку напомним что накануне вечером на горящем феодосийском нефтеперевалочном терминале взорвалась очередная цистерна с топливом все хорошо все в абсолютной безопасности никакой паники нет Путин к сожалению прожил еще год и ему исполняется 72 и сегодня мы можем зафиксировать что в нашей стране оформился культ вождя чиновники всех мастей считают своим долгом написать в соцсетях поздравления не жалея эпитетов они сравнивают Путина с царем кажется еще немного и начнут с богом губернаторы минимум трех регионов в своих поздравлениях написали что все достижения России за последние десятилетия связаны с его именем олигарх Малафеев подчеркивает что Путин вернул Россию на имперский путь Третьего Рима а философ Дугин вообще назвал возраст Путина второй юностью а закончил поздравление фразой Боже царя храни к сожалению прославляют военного преступника не только на словах но и на площадях используют для этого как всегда подневольных бюджетников студентов и детей на страницах тысяч школ детсадов вышли однотипные посты с поздравлением Путина не обошлось и без кринжовых видео дети желают дедушке здоровья счастья денег семейного благополучия и скорейшего окончания войны Единая Россия в честь дня рождения диктатора устроила марафон добрых дел вместе с детьми и бюджетниками чиновники проводили субботники плели маскировочные сети шили и собирали теплые вещи для солдат а депутат госсовета Татарстана Владимир Вавилов он естественно тоже единорос подарил детскому хоспису итальянское медоборудование но просто так сделать доброе дело чиновник конечно не смог и решил устроить фотосессию с лежащим тяжело больным ребенком единороссы пытались хотя бы один день в году выглядеть приличными людьми но вот видите даже в один день не получилось продолжаем парад безумия в Махачкале запустили воздушный шар с огромным портретом Путина в Питере студентов и героев СВО вывели на Дворцовую площадь в руках у них были плакаты с перечнем российских достижений на одном из них факт об озере Байкал правда непонятно в чем тут вообще заслуга Путина а журналисты верстки почитали что Путин стал самым цитируемым ученым среди всех чиновников на его статьи выступления ссылались более 16 тысяч раз при том что в международных рейтингах Путина нет совсем как и нет его научных работ российский же индекс научного цитирования засчитывает Путину за научную работу даже его обращение хорошо хоть пока студентов не обязали упоминать его в дипломных работах как когда-то было обязательным цитировать Ленина и Маркса в то же время телеграм-канал БАЗа пишет что в Москве полицейские взяли под контроль все мосты в центре усиленное наблюдение действует со вчерашнего вечера и аж до утра среды очень уж не хочется Путину несогласованных поздравлений продолжаются увольнения российских силовиков сегодня в отставку отправились сразу 8 генералов из МЧС в СИН и Следственного комитета найдется ли для них новая должность или все-таки место в СИЗО пока не ясно как пишут телеграм-каналы среди уволенных начальник управления цифровой трансформации в СИН которого в августе арестовали за взятки а вот глава СК по Ставропольскому краю ушел с поста по выслуге лет об этом пишет РБК другая новость Ставропольский суд арестовал на 2 месяца Z-блогера 13-го он же Егор Гузенко против него возбудили уголовное дело по статье насилия над полицейским при этом Гузенко три года был в федеральном розыске по делу о хулиганстве в 22-м году он сбежал из-под него из-под домашнего ареста прошу прощения на войну как пишет известная Z-авторка Кашеварова все это время Гузенко скрывался на фронте а границу пересекал и вовсе по поддельному паспорту в Петербурге полиция и ФСБ задержали заместителя председателя комитета по инвестициям Максима Шарипова он был пойман в кафе при получении взятки полтора миллиона рублей всего ему вменяют получение взяток на сумму 23,5 миллиона это особо крупный размер говорят что в обмен Шарипов отдавал несколько участков городской земли в аренду без торгов вместе с ним задержан его подельник а в Московской области под Серпуховым произошло страшное смертельное ДТП на трассе М2 Крым столкнулись 11 машин включая 6 грузовиков 3 человека погибли еще трое ранены причина трагедии пока неизвестна в Саратове помилованный участник войны зарезал свою девушку это произошло в салоне связи где она работала первые мгновения преступления попали на камеру молодые люди разговаривали и даже обнялись а потом мужчина внезапно напал на девушку с ножом у нее остался 7-летний ребенок убийцу зовут Азамат Искалиев 3 года назад он зарезал свою жену оставил сиротами двух детей и получил 9 лет колонии затем был помилован отправился на войну вернулся и вот снова убил другое похожее преступление произошло в Новосибирске неделю назад бывший вагнеровец напал на женщину на улице избил ее и при этом снимал мучения на видео женщина неделю провела в коме и вот сегодня стало известно о ее смерти фамилия преступника почему-то не сообщается только имя Михаил до войны он также сидел в тюрьме за убийство женщины а скоро экстремизмом признают и совсем невинные развлечения например квадробинг если кто не знает до сих пор это подражание животным когда люди носят костюмы животных издают какие-то похожие звуки и двигаются как звери многим это занятие может показаться дурацким но окружающим оно совершенно не мешает и многим детям сейчас такое нравится однако движение ветераны России попросило генпрокуратуру признать квадробинг экстремизмом ранее депутат Яна Лантратова уже заявляла что готовят такой закон другая новость в Москве суд приговорил американца Стивена Хаббарда к 6 годам и 10 месяцам колонии его признали виновным в наемничестве Хаббард с 14 года жил в Украине и преподавал английский язык после начала войны он пошел в терроборону города Изюм и через 2 месяца попал в плен мужчине 72 года в северных водах повреждено судно с 20 тысячами аммиачной селитры из России корабль Руби вышел из порта в Мурманской области в августе и вскоре сел на мель повредив корпус и руль в сентябре его отправили на ремонт в Норвегию затем судно отказались принимать в порту Клайпеде это в Литве а сейчас оно стоит у побережья Англии корабль называют плавающей бомбой его не принимают из-за риска повторения взрыва селитры в порту Бейрута в августе срочные новости от Министерства обороны Российской Федерации бои в Курской области на территории Российской Федерации продолжаются прямо в эти минуты вооруженные силы нашей страны пытаются вытеснить врага на территории Украины в Сумскую область как известно накануне Герасимов сообщил президенту о том что в СССР вторглись в Россию в количестве как минимум тысячи человек враг из России пока не вытеснен к сожалению курское направление теперь тоже часть боевых действий производства из гамори как